Я поняла, что очень боюсь выходить замуж. Если я вдруг женюсь, то это будет по большой любви и только от Бога. Это тот самый человек, за которого я 10 лет молюсь. Именно я, Жанна, ему нужна. Он дал идею написать на сайте знакомств анкету свою. Настолько он не позволял себе ни прикосновений никаких, ни намеков. Вообще это было так достойно. Мы не можем быть вместе. У него была мечта жизни заработать 3 или 5 миллионов, а у меня служить Христу. Я говорю, где мы пересечемся? Бог, если это моя женщина, пускай сейчас уйдет. И вот только произнес, и она открывает дверь и выходит. Я стою и улыбаюсь. Она говорит, что ты улыбаешься? Она говорит, что ты моя. Всем привет! Добро пожаловать на канал Питайкины, который теперь переехал в Казахстан. Спасибо большое. Очень приятно. Добро пожаловать. Спасибо. Мы в Казахстане, и более того, мы в Алма-Аты, в чудесном месте, в чудесном доме, в гостях у чудесной семьи, которую мы хотели бы вам представить. Эдуард и Жанна Ким. Спасибо. Очень приятно. Да, вы открываете у нас такой казахстанский сезон интервью, да, и мы очень рады, что у нас получилось с вами снять это видео. Мы так вперед забегаем немножко, но тем не менее. Прежде чем мы начнем задавать вам вопросы, коих у нас много, прежде чем вы будете давать ваши ответы, коих вы тоже... Написали. Да-да. Мы хотели бы познакомить наших зрителей с вами, вас с ними потом в комментариях познакомитесь. Ну, короче, прямо сейчас небольшая видеовизитка. Эдуард и Жанна Ким женаты 15 лет. Они живут в городе Алма-Аты, а на вопрос, сколько у них детей, и однозначного ответа дать не получится. Их то больше, то меньше, то потом опять больше. Вы все поймете во время интервью. Эдуарду 55, он родился в Узбекистане, в городе Самарканд, по образованию строитель, а работает в общественном фонде РИЧ и занимается с особенными детьми выпускниками детских домов. Раньше основательно занимался греко-римской борьбой, был в юношеской сборной Казахстана. Дальше лыжи, сноуборд, велосипед. Сейчас его хобби – кататься на мотоцикле. Жанне 43. Она родилась в Казахстане, в городе Семипалатинск, по образованию юрист. Работает в фонде сообщества приемных родителей Казахстана. Они сопровождают приемные семьи от момента сбора документов до окончания адаптации. До свадьбы Жанна сильно мечтала встретить такого человека, чтобы ее брак был славой для Бога. Любимый семейный отдых для них – поездка на озеро Алаколь. Целый месяц они все вместе живут в палатках и проводят время вдали от гаджетов, работы, интернета. Играют, поют у костра, делятся откровениями друг с другом. Эдуард и Жанна продолжают мечтать. Мечтают менять мир, делать его местом без насилия над детьми. Давать сиротам шанс жить в семьях. Мечтают, чтобы их дети были в Боге, могли служить и быть светом в этом мире. А еще у этой семьи есть очень интересная особенность – они все время держатся за руки. Всегда. Уверен, вы тоже обратите на это внимание во время просмотра. Друзья, еще раз ваши аплодисменты нашим героям. Таран-таратан. Первый вопрос. Первый вопрос, конечно же, история вашей любви. Хотим знать, с чего все началось. Что я буду рассказывать. Да, конечно. Да, да. Если что, ты добавишь. Обязательно. Мужская история и правильная. Да. Не, ну на самом деле история у нас очень уникальная. А даже наши дети, и Эдуарда дети, потому что у него третий брак со мной, у него есть две дочери в первых двух браках. Они все время просто рассказать ее снова и снова. И мне уже приходила идея записать как-то эту историю. Ну вот это мы и сделаем. Да. Вы будете въехать на память. Дело в том, что, ну начну про себя, если ты что-то захочешь, добавишь именно из своей истории. Моя мама служитель в церкви очень много лет, ее многие знают. И следственно из этого очень много людей было всегда у нас дома. И в какой-то период жизни, своего возрастления, я поняла, что очень боюсь выходить замуж. То есть я видела очень много негативных моментов в браке, разводов, несчастья, предательства, насилия. И больше всего, что меня огорчало, что христиане, к сожалению, тем нечем не отличались. И когда я столкнулась с тем, что и христиане не защищены от такой беды, то я начала с 18 лет молиться о том, чтобы Бог сделал мой брак славой на земле. Бог сделай мой брак славой на земле. Круто. Я из Библии как-то выяснила, что все-таки Адам и Ева были созданы для любви, для радости на земле. Никаких-то таких жутких вещей, предательств и всего остального. И эта молитва стала для меня, знаете, настолько важной. Я вообще очень люблю Бога, и нет ничего важнее не ошибиться. И каждый раз, когда кто-то делал предложение или начинал за мной ухаживать, и было уже много лет мне, то есть я вышла замуж 28 лет. Я помню... Очень много лет. Ну, на самом деле, у нас 25-22, это уже самое дело. Вот. И сейчас что-то меняется, дай Бог. Да, да. И вы знаете, было интересно, что... Я помню момент, например, когда мне нравились люди, я говорю, ну, Господь, я точно верю, что это Он. Ну, все, подходит, все. Там выше меня рост, там служитель, бла-бла-бла-бла. И такая сквозь зло, я говорю, Иисус, но вдруг это не от Тебя? Если только это не Твое, убери, пожалуйста. Да. И Бог убирал. Самодейственное. Слава Богу. И Он убирал всегда, как бы мне ни было Божьей, как я потом бы не рыдала. И вот в такой какой-то момент появился Эдик, появился неожиданно. Мы собирались уезжать в Америку с семьей на постоянное место жительства. Мама у нас очень хотела там жить. Было много родственников, сейчас много родственников там остается. Вот. И я была на работе, мне шеф дал задание найти трех специалистов. Я была его правой рукой, ассистентом, и мы никак не могли найти их специалистов. Там был прораб, архитектор, что-то бухгалтер, ну что-то вот такое. В строительстве. Да, в строительстве была архитектурная компания. И он мне сказал, позвал меня, сказал, короче говоря, каждый их зарплата твоя премия. Делай, что хочешь, найти людей. И я сидела ночью, до сих пор помню, думаю, Бог, ну помоги мне, ну где можно собрать столько народу, ну я не знаю. Вот. И благодарно Богу он всегда был рядом. Он дал идею написать на сайте знакомства анкету свою. Я зашла на мейл.ру, написала анкету. Единственное, у меня было условие, у меня не было моей фотографии. И для чего я там написала пометку «переписываться». То есть я написала все о себе правду, там, 27 лет, там, зовут так-то, такое-то высшее образование, там, то-то-то, какие-то ценности, переписываться. Ну, вы представляете, какая прелесть, да? Молодая девушка, даже с фотографией кошки. Это неважно. На утро было 36, 360-370 писем. Ух ты. Это было просто чудо. И я, отвечая на эти письма, всем писала, да, здорово, а ты кем работаешь? Я так юрист. Не архитектор ли ты? А ты вот это? И, короче, действительно, представляете, я нашла всех, и мужа так вот попался. Вот. И среди них был Эдик, он написал, ты реально хочешь переписываться? Я первый раз здесь вижу человека, который хочет переписываться. У меня очень не хватает общения. А чем ты занимаешься? Он сказал, что вот я строитель, я строю деревянные дома. И я вот так, хоп, внесла в галочку. Но потом, когда мы стали общаться, второе, третье сообщение, я очень хорошо помню свое чувство. Я говорю, ты старше меня. А он такой, почему ты так решила? А у него ничего в анкете не было написано, кроме Эдуарда. Даже не знал, что он кореец. И он говорит, Чапан, ты знаешь, я сколько общаюсь уже и в соцсетях, и как-то вслепую, скажем так. Я говорю, ты очень уважительно говоришь со мной. И это меня потрясло. Это очень сильно отличало его вообще от других собеседников. И потом началась наша переписка. Она вслепую продолжалась, наверное, месяца два-три. Вообще мы не видели друг друга. Просто общались. И мне было очень с ним интересно. И дошло до того, что она меня пугала. То есть я о нем подумала. Он звонит ему мне. Знаете, аж все. Я ему когда написала, говорю, слушай, мне там мама заболела, надо помолиться. Конечно, я буду молиться. Я говорю, что верующий? Он, конечно, я верующий. Потом, когда я с ним познакомилась, я поняла, что у нас разные представления о верующих. Потому что я выросла в Бактистской церкви с самого детства. В 10 лет покаялась, 15 крещений приняла. Вся моя жизнь это было служение в церкви. Вся абсолютно. И так мы познакомились. И потом пришла моя молитва, которой я должна молиться всегда. Бог. Ну тут я вообще была уверена, это точно уже не твое. Ты убери как-нибудь, потому что мне страшно. Я влюбляюсь, меня засасывает просто со страшной силой. Это уважение ко мне, чуткость, внимание. Да, вот какое-то, я не знаю, даже такое отношение. Как ты говорил, как тебе Бог говорил все время, когда ты общался со мной? Не обижай. А, да, не обижай ее. То есть, ну, давайте я свою версию начну. До этого момента, да. Да, я расскажу тогда, что я пыталась с ним расстаться письменно, устно. Я писала ему письма, что мы точно не будем вместе. А он никуда не девался. Вот тогда я первый раз и стругалась, что это он. Тогда так получилось, что я уже развелся второй раз, и мне было уже совсем неинтересно жениться третий раз. Это было до встречи, да, до церкви, как бы, до встречи. Да, вообще до всего это было так. Я жил один, жил как хотел. И, честно говоря, издевался над женщинами, почему я, потому что, ну, на сайте знакомства, да, мне было обидно, что я столько времени положил на семьи, и в итоге остался один. Да, и для себя я говорил, что, ну, если я вдруг женюсь, то это будет по большой любви, и только от Бога. Хотя я еще не знал, что такое Бог, потому что... Ты знал, ты всегда знал. Ну, я знал, что-то есть. Отцепленный не был там. Ну, да, да, ну, как и все, где-то что-то есть, но, как бы, отношений нет. Ну, мы же говорим людям, Бог, Бог, там, это люди обычно так говорят. Да, ну, вот, и когда я на сайте знакомств прочитал, а там сразу вот сидишь, и выходит каждый раз новая анкета, и сразу, ну... И я просто написал там, да, переписки, не знаю, так посмеялся, думаю, ты действительно хочешь переписываться, ну, давай попереписываемся. Ну, как-то и забыл. Она потом написала, и мы начали переписывать. Так, мы переписывали два месяца. А, два или три месяца, да, переписывали, долго переписывали. В июле мы встретились, чтобы я оборачиваюсь. Да, вот. Это было незабываемо. А она еще была красивая такая, креставица. Она сейчас красивая. Она сейчас красавица, да. Сейчас ты еще лучше, чем тогда. Да, сейчас ты апгрейденная, понял? Да, корейский крыль. Ну, вот это было удивительно, да, что я, когда я ему написала письменно, я говорю, слушай, мы не можем быть вместе. У него была мечта жизни заработать там три или пять миллионов, а у меня служить Христу. Я говорю, где мы пересечемся? Это я сейчас понимаю, что запросто пересеклись, да, но тогда было сложно. И меня стало это пугать, что я молюсь, а он не уходит. И он был первый человек, у меня, знаете, еще такой тест был. Когда-то я услышала у одного пастора, мне это очень понравилось, потому что с детства слышишь, там нельзя выходить замуж за неверующих, нужно только в церкви, это уход от Господа, это он так потрясающе. Я говорю, если для вас будет на первом месте не выйти замуж или жениться, а прославить Бога в своей жизни, то человек, который влюбится в вас, он влюбится в Христа внутри вас. Если для вас будет ценностью показать его, а не решить проблемы своего одиночества, да, там, или несчастности какой-то. И я помню хорошо, что у меня всегда было, если кто-то начинал за мной ухаживать, и это был неверующий, если человек, я всегда говорю, в воскресенье в церкви я пою, приходи, и не один не приходил. То есть все, для них это было как, пух, где еще, в партийской церкви, да ты что. Вот какие-то такие сложности, и он первый, кто пришел. Я помню, когда я его увидела, мне стало так страшно, я сидела, смотрела на него на второй этаж, думаю, боже, неужели это он? Вот тогда первый раз я вдруг осознала, и закралась вот эта мысль, что это тот самый человек, за которого я 10 лет молюсь практически. Вы реально увидели друг друга только на первой встрече? Вот фотки, там кошечка. Нет, фотка одна была, одна была фотография за недели-две, наверное. У меня просто были свои, наверное, какие-то комплексы, связанные с моей внешностью. Я все время хотела, чтобы видели мою душу. Мне казалось, что она очень красивая. А когда видели внешность, все уже там не до души было. И я расстраивалась, поэтому свои фотографии никому не показывала. Я только показывала, когда было уже интересно общаться. И вот когда мы два месяца прообщались, и он сказал, мне очень с тобой интересно. И у меня были разные тесты для него, все время я его мучила. Расскажи мне, какой у тебя дом мечты? И он написал, мой дом мечты. Я очень напугалась. Это было страшно. Или, например, помнишь, когда на втором свидании я тебя спросила, у тебя две дочери, ты, наверное, сына хочешь? Он говорит, да, очень. А он такой, и за рулем едет, и говорит, у меня даже имя есть для сына. И я такой, стой, не говори. Я говорю, у меня тоже есть. Он такой, ну скажи свое. Говорю, не надо, ты сейчас подстроишься. И я, ну и такая вот неспокойная, ты знаешь, как Гедеон, который над шерстью, под шерстью. В общем, все надо проверить. И я ему даю бумажку, говорю, пиши, закрывай. Вот представьте, я в церкви с 10 лет. Все мои родственники, все, да, то есть он вообще не ходил в церковь. Мы пишем из миллиона имен, одно имя. Это именно нашего старшего биологического сына, да, Давид. Я когда открыла, мне было так плохо, чуть из машины не выкли. Для меня это был знак. Вот эти знаки, да, что это единство. В браке невозможно жить без единства. И вот эти, или когда он попросил, помнишь, мы с тобой уже, по-моему, ты предложение сделал, да, и ты сказал, только обязательно одно условие. Мы построим дом и возьмем приемного ребенка. И у меня был шок. То есть вот эти какие-то такие вещи, да, знаковые, вот. Поэтому, ну и фотографию, да, мы прислали, мы увиделись. Я удивилась, что он кореец, он посмеялся, что это красавица. Она сказала, что мы должны пожениться и обязательно обвенчаться. И каждый воскресенье будем ходить в церковь. Это было ее условие. Я тогда сказал, да, хорошо. Ну да, ну, пришлось, получилось так, что через полгода нашего знакомства мне сделал предложение 9 декабря. То есть вы вот эти полгода, вы частью была онлайн-переписка, да, и потом еще частью... Да, и часть, потом встречи, да, потом там я с мамой пыталась познакомиться. Это встречи каждый день. Это каждый день, потому что, вы знаете, дело в том, что в первое же свидание я очень, у меня, видят, наследственность, у меня отец прокурор из детства, у меня опасность, везде опасность имени, не говорить фамилию, чтобы никто не знал как-то, но там свои сложности были. И поэтому у меня очень развит инстинкт само сохранение, он гиперразвит. И когда я в час ночи очнулась на свидании, что я смотрю на ночную Алмату, где это вообще, с человеком, которого я знаю два месяца. У меня как все умерло, я так тихонько к нему подошла, говорю, домой надо. Он такой, да, да. Сел и привез, и я пришла домой, помню, помолиться начала. Я говорю, Иисус, я больше никогда не встречусь, потому что я обо всем забыла. Настолько было с ним безопасно, настолько он не позволял себе ни прикосновений никаких, ни намеков. Вообще это было так достойно, так уважительно ко мне, что я отключилась, вообще забыла. Я ей дала слово, все, больше никаких свиданий. И, конечно, на следующий день в 12 часов уже было новое свидание. А вас не смущало, что он дважды был женат? Конечно, страшно. Вы что, Юля, это вообще... Но это отдельная история, я чуть-чуть ее застрону, потому что, наверное, это, знаете, это самый сильный толчок в моей жизни с близости с Господом. Вот с этого момента, я его хорошо помню в жизни, я никогда не сомневалась, что Иисус, Он только мой. Что Он всегда будет со мной говорить, вот я, именно я, Жанна, Ему нужна. То есть не так вот Бог всей церкви, всего народа, это да, но и мой. То есть я вот именно со своей историей. И я хочу этим поделиться, потому что для меня, может быть, для кого-то это будет тоже таким, знаете, поддержкой и чудом. 9 декабря он мне сделал предложение, 14-го мы всей семьей улетела на постоянное место жительства в Америку. И это для меня было... Вообще, наверное, для каждой пары это классно расставаться до того, как пожениться. Потому что это хорошая проверка чувств. И именно в Америке я поняла, что жить я без него не могу. Что эта часть меня осталась там. Я вообще плохо помню свою 2-3 месяца, сколько я пробыла. Но суть была в том, что мне было страшно возвращаться. У нас была договоренность, что мы должны были прожить там 3 года, чтобы получить документы, и мы могли ездить в гражданство и так далее. Я пригласила его на гостевую и всех предупредила родных, что если его не выпустят, я вернусь в Алмату. Но, естественно, вы представляете, для моей мамы, для близких, в Казахстане никого не осталось, нет жилья, нет работы, финансов, нет близких никого, только в России, в Америке. Он 2 раза женатый, у него дети и так далее. И мама мне все время говорила, что он с тобой не будет ценить этот брак. В смысле, на что ты рассчитываешь вообще? И они мне такой бойкот хороший устроили. Я очень сильно стрессанула в Америке. Я осталась одна. То есть они все от меня отвернулись и сказали, хочешь езжай к своему Ату, езжай. А вы понимаете, мне же нужен ответ от Бога, я же не хочу ошибиться. Я же 10 лет молилась за что? Я стала прямо уходить, помню, в лес, пост брать, молиться и просить от Бога знак. Ну, хоть какой-нибудь. И я хорошо помню тот момент, когда на что-то они меня сильно так задели. Сказали, слушай, ты вообще не лезь в наши разговоры. Вот ты в Алма-Ату собралась, там собирайся, документы себе, там билеты ищи. И я помню, я ушла, заплакала, встала на колени и сказала, я не уйду отсюда. Вот пока ты мне дашь ответ, возвращаться мне в Алма-Ату или нет, я не уйду, потому что мне страшно. Они его не знают, я его знаю. И я знаю, что этот человек никогда не ходил в церковь. Он не знает, что такое жить с Богом. Он знает его, но он не встретился с ним близко. Он знает, что он есть. И это совсем другая жизнь. Я не хочу себе такой жизни. Я хочу, чтобы в браке было единство в Духе. Чтобы вместе молились, благословляли детей, чтобы пели, чтобы прославляли. То есть для меня вот моя жизнь, вот то, о чем я мечтаю. Я помню, села на колени, я открыла Библию и молилась, вот так открыла. Мне потом часто говорили, гадать на Библию нельзя. Я говорю, вы знаете, Бог с искренним поступает искренне. Он всегда смотрит на сердце. Для меня в тот момент был важен только один вопрос. Я даже забыла про свою любовь на тот момент, насколько он мне был дорог. Я молилась только за одно, что была его воля. Я говорю, Бог, я хочу твоей воли. Ради этого, пожалуйста, скажи, возвращаться или нет. Вы знаете, случилось чудо. 90% Библии написано к мужчине, к мужскому роду. И когда я открыла, это было место Иеремии, 31 глава, 21 стих. Постараюсь всё наизусть вспомнить. Я вообще его учила, это на всю жизнь со мной. До сих пор говорю, а, мурашки по коже. Он звучал так. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы. Обрати сердце своё на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, возвращайся, Дева Израиля, во все города, из которых ты вышла. Ибо Бог сотворит на земле нечто новое. Жена спасёт мужа. Вау. Вау. Это было уникально. Я не удивлюсь, если он в Библию добавил это место для меня. Потому что он не просто ответил, что мне делать. Он дал обетование, которое исполнено. И я помню, в тот момент я не дышала. Вы знаете, это было такое чудо. Я замерла, я пересматривала ещё раз. Открывала Библию, трогала. Ну, как это? В женском роде ко мне. Сказать, чтоб я вернулась, дать обетование, что жена спасёт мужа. Я тогда сказала, господи, а вдруг он меня бросит? А вдруг он будет меня избивать? А вдруг он будет пить, гулять? Я услышала, ну, может. Я говорю, ты серьёзно? Он такой, ну, да, он же человек. Я же не могу отвечать за него. Я говорю, хорошо, если я останусь в Америке, я не выйду никогда замуж. Умру стародевы, не рожу детей. Он говорит, да, ну, нет. Ты красивая, молодая, куча парней, запросто выйдешь замуж. Я говорю, они будут надо мной издеваться? Нет. Я говорю, в чём подвох? Вы знаете, ответ меня потряс. Он говорит, потому что если ты останешься здесь, это будет твоё желание человеческое. А он – это моё. После этого я вернулась. Всё, уже можно заканчивать. До свидания. Теперь вы знаете, Бог чудесен. До свидания. Слушайте, ну подождите. Это просто такая сильнейшая история. Но с вашей стороны. Эдуард, вы были ранены двумя браками уже. И как вы говорите, что не хотели уже жениться. И женитесь только по большой любви. Да, да. И тут вы делаете предложение. Да, ну вот так получилось, что как бы, когда я её повстречал, уже я не находил себе покоя. Ну, на самом деле, пока она рядом была, было всё нормально, вроде бы. А потом, когда уехала, было сложно. А я в то время один же, ну, жил, как хотел. Там работа, спорт, горы, сноуборд, там, велосипеды, кони, лошади, там, всё что угодно, да. То есть развлекался. И она меня всё время спрашивала, тебе, ты скучаешь? Я говорю, да нет вообще, никогда не скучаю. Ни по детям, ни по родственникам, никогда не скучаю. Мне достаточно времени для того, чтобы себя развеселить. Много. А тут получилось, что она уехала. И такое ощущение, что я что-то в жизни потерял. Что-то ушло. Но в то время, когда мы начали встречаться, я просто тогда недорассказал, что мне в голове всегда стучало. Это я понимаю сейчас, что это был Бог. Не обижай её. У тебя было достаточно много женщин. Не трогай её, не обижай. И это было постоянно в голове. Не трогай, не обижай. Да, и ну, как-то вот встречались, там, общались, двигались, что-то там. Я помню, как я пела на балконе. Да. Ответ был, получил ответ. Да, и я, она была на балконе, я уходил там к ребятам на районе у нас там, общались мы. Это было свидание одно, мне привелся Замедео показать там, где живёт. Да. И оставил мне одну. Оставил, закрыл и ушёл был. Да, и я сидела, пела, прославляла Бога, потому что я не знала, что дальше делать. Ну, что ты хотела, Жанна, с неверушием встречаешься. Ну, какое ты хотела уважение. Ну, и сидела, пела, одна. А мы с ребятами там пока посидели, пообщались. Это часа полтора прошло, наверное, вспоминаю. Прихожу, она сидит на балконе, поёт, прославляет, плачет. Ну, я так посмотрел, думаю, ну, ладно, пой. Сел и сижу, жду, когда она выйдет. Сижу, жду, а в голове мысль, говорю, Бог, есть ли это моя женщина, пускай сейчас выйдет. И вот только произнёс, и она открывает двери, выходит. Я стою и улыбаюсь. Он говорит, что ты улыбаешься? Он говорит, ты моя. А у меня была такая злость тот момент на него. И потом, знаете, интересно, когда он делал предложение, я говорю, слушай, ну ты не хочешь ещё раз у Бога спросить? Он говорит, зачем? Он уже один раз ответил, зачем переспрашивать? Это было интересно. Ну, да, и потом, потом уже, когда я вернулась, вот тогда началась. Ну, когда, ну, там уже такие пошли, как бы сказать, мне надо было её честь спасать, потому что она приехала сюда, зная, что здесь никого нет, у неё родственников. Где она будет жить? Она будет со мной жить. Ну, не квартиры, не что-то. Хотя она говорит, я пойду отдельно жить, мы сейчас неправильно это там. Я говорю, ну, как ты будешь отдельно жить? Ты к кому ехала? Ко мне или? Она говорит, к тебе. Она говорит, знаешь, будем вместе жить. Ну, говорит, ну, так нехорошо, говорит, не положено. Говорит, тогда пойдём зарегистрируемся. И мы пошли, зарегистрировались. 20 апреля. 20 апреля. Возначать нас никто не хотел. И потом стали искать церковь, кто бы нас учил. Вы не поверите, сколько церквей мы обошли. Мы, наверное, 7 или 8 церквей обошли. Это было ужасно. Потому что, если бы я пришла, вернулась к баптистам, то меня бы отлучили от церкви. Да, потому что он в православии крещён, его бы надо было перекрещивать. Когда мы обратились к православным, потому что для меня динаминация вообще не имеет никакого значения. А нам сказали, ну, тогда ты перекрещивайся, потому что у нас баптистское крещение не работает. Ну, это вообще... Я помню, вы знаете, это было такое ужасно. Пошли к ним, корейцы. Я разрыдалась, сказала, Иисус, да что ж такое? Ну, благослови ты нас сам. Мы хотим этого, да? И для меня это позор жить не венчанной, потому что для моих одних и так далее. Вот мы помним в одну церковь, в другую. Я до сих пор помню, там я идём по Алмате. Сказали, что там что-то ещё есть. Мы подходим, кстати, и написано большими буквами. Пресвятерянская церковь Надежда. Я говорю, это последняя Надежда. Это было смешно. Да, мы зашли, и пастор так строго на нас посмотрел. Но мы ему всю историю рассказали. Мы всё рассказали, как было. Он сказал, полгода будете ходить в церковь, петь, служить. Ровно через полгода вас обвенчают. И правда, 20 апреля мы зарегистрируемся, 20 октября он обвенчал нас. Но вы знаете, для меня, как для христианки, был к Богу вопрос. Почему так долго-то? В смысле, для чего ты это делаешь? И теперь, когда мы смотрим назад, это самое прекрасное было время, потому что именно за эти полгода он встретился с Христом и на венчание шёл. Не потому что мне это надо было, это были мои традиции. Он потому что хотел получить благословение и знал Христа. Это было где-то буквально. Да, это была у меня встреча с Богом в церкви. Это было совсем очень незабываемо. Но с тех пор как-то у нас вся жизнь – это сплошные чудеса. Да, вот с того времени это было. Это действительно, потому что, вы знаете, когда вот я ещё услышала, что он хочет брать приёмных детей, когда мы вернулись, нас обвенчали, мы начали служение с ним. И вот мы всё время что-то делали необычное, да, что там многим людям было непонятно, как-то вели себя. И через нас у него ещё вера такая была прекрасная. Я вот так хранила от христиан, у меня там своя травма была, религиозного насилия. И он такой, я хочу работать только с христианами. Я не буду больше строителем, я пойду в какой-то фонд. И я говорю, нет, Боже, я тебя умоляю, он же уйдёт от тебя. Ну что ж такое? Ну потому что я знала, что христиане – это люди. Да, всякие разные. Все абсолютно. И от того, что мы знакомы, что есть Христос, это не значит, что мы живём им. Это мы, значит, понимаем, что Он нам нужен. Просто, да, Он нам нужен, да. И вот это понимать. И вот он попал в фонд общественный. В 2010 году. В 2010 году у нас уже было. У меня рождается дочка Снежа. 1 февраля, а 10 февраля я выхожу на работу. И вот интересно, он пришёл и рассказал, что будет работать с сиротами, с детьми, с особенностями. А у него так ещё интересно, в церкви он был дьяконом, и его пригласили в лагерь для особенных детей. Ему было 40 лет тогда как раз. Мы только поженились, только и Давида родили. И вы знаете, он приехал другим человеком. То есть это настолько его и смирило, и размягчило. Потому что ухаживать за ребёнком-колясочником – это для мужчины очень тяжёлый труд. То есть это не просто быть с ним, купаться с ним, это чистить ему зубы, вытирать ему попу, помогать ему одеться, кормить его, складывать его спать. То есть это колоссальный труд. И в общем, из-за того, что мы для себя взяли, что мы хотим взять приёмных детей, и Эдик пошёл на фонд работать, мы с ним только договорились, я говорю, давай выполним твоё обещание, построим дом, потом мы возьмём приёмного ребёнка. Потому что у нас была однокомнатная, очень маленькая, на Медео, и уже было двое детей. То есть было сложно финансово, у него была очень маленькая зарплата. И через год, наверное, да? Да, через год или два, он принёс мне фотографию домой. Идёт, показывает фотографию, говорит, Жан, пожалуйста, посмотри. Я говорю, я не буду. Он говорит, я тебя очень прошу. Я говорю, я не буду, мы договорились. Ну, потому что я знаю своё сердце. Если я увижу, я уже не смогу, да? А я ещё не всё знал про неё. Вот. И даже не знал все мои способности. Мы просто сели, он показал девочку, он говорит, понимаешь, это детский дом для умственно отсталых, а она здоровая, она всё понимает. Давай заберём её себе, ей 6 лет. И мне надо было месяц, чтобы решиться на это. Я говорю, понимаешь, что ты идёшь на работу, дом буду я. И я одна, у неё в Казахстане никого нет. И на Медео у меня были там близкие какие-то, но практически никто не приезжал, и всё время была одна. Вы знаете, вот хочу это отметить, это нас спасло наш брак в какой-то плане. Вообще совет всем, вот если в Библии сказано, отлепиться от родителей, прилепиться к жене, вот это надо исполнять полностью. Ты должен отлепляться всё время. Мне некуда было идти, мне не было возможности жаловаться маме, мне не было подруга моя могла пожаловаться. И всё время с каждой своей проблемой в браке приходила к Богу. Я просто уходила, Медео это горы, я уходила в горы, плакала, рыдала и так далее. И он, наконец, делал то же самое. Он говорит, я не хочу своей жене как-то или быть наставником, или как? Да, я хочу быть мужем, я не хочу быть там учителем, наставником, я хочу быть мужем. И поэтому, когда непонимание было, происходило, просто уходишь и молишься, говоришь, Господь, ты сам дал мне такую жену, пожалуйста, ты с ней разбирайся. А есть такие моменты, когда не принимает человек, да, просто. И объяснить не можешь, потому что, по-твоему кажется, правильно, по-твоему неправильно. Он не хочет. Ну мы же разные, вы представляете, совершенно разные люди. Вот вы хотели об этом поговорить, ага. И вот в этот момент, когда приходишь, и через какое-то время Бог делает свою работу, она приходит, извиняется и говорит, ты прости, я была не права. И в этот момент мы можем поделиться своей горечью, да, мы можем в этот момент поговорить об этом. То есть пришло время, чтобы она могла принять, и чтобы меня услышать, и чтобы я ее услышал, и чтобы этот вопрос вообще разрешился сам по себе. То есть, подождите, вы пробовали общаться, было столкновение, непонимание, и тогда вы уходили каждый... Не говоря друг другу, да? Нет, она уходила, она обижается, я же не понимаю, из-за чего она обижается. Ну это 95% девочек во всех семьях. Ну мы же девочки. Она обиделась, раз ушла. Я думала, ушла. Пришла там через час-полтора, зареванная, все молчит там. То есть, ну ладно. Второй раз ушла, третий. Потом я один раз сказал, родная, если ты так будешь уходить, теперь представь, что я сейчас сяду на машину и уйду. Тебе это понравится? Я чуть не умерла. Неизвестно куда, что, зачем. Я понимаю, что ты там переживаешь, что там давай это делать как-то здесь, вместе. Да, то есть, решать вместе. Мы сразу как-то этот вопрос решили, она это поняла и больше перестала уходить. Да, мне как бы не было сложно, я просто для себя взяла. Вы знаете, это интересно, когда тебе не на кого уповать и некому пожаловаться, остается только Иисус. И я долгие годы, помню, в браке молилась, что Бог мне дал какую-нибудь пожилую наставницу, бабушку, чтобы она как-то мне помогла. И в очередной раз в горе в молитве, там в рыданиях, потому что было очень много непонимания. И первые там пять лет в браке. И он сказал, говорит, в Библии есть место, не знаю, где сейчас, не вспомни. Да не будет у тебя наставника никого, кроме Бога. Ясно, хорошо, тогда уж будь рядом, если наставника не дашь. И оказывается, что он то же самое делает. То есть просто приходишь, души святые, он проникает до состава мозгов, до всего, да, кто я такая, чтобы чему-то его учить. Я помощницей создана, да, а не кем-то. Вот, и я поэтому молилась, и я очень много чудес, сейчас не будем на этом становиться, когда просто ты видишь шок, что он делает, от этого не понимаешь. Не, расскажите. Да, да, пару моментов про кошек. Ну, просто, давай, не разрешите. У нас была, да, у нас была такая ситуация, когда мы поженились, она очень любит кошек. Ну, ты мне обещал, чтобы не было кошек. А я говорю, давай так, ну, никаких кошек, пожалуйста. У меня, говорю, на них аллергия все. Не, ну, и вообще корейцы, собаки. Я сама говорю. Это вообще дерево. Но в итоге, в конце концов, у нас все равно появляется кошка, да, и, ну, это одна, а потом вторая. Сам притащил. Да, потом появился у нас шалом. Шалом, да. И шалом был он интересный. Мы его, ну, как он, в смысле, он маленький, мы вырастили его все. И он уходил на первом этаже, в окно выпрыгнет, уйдет, погуляет, потом придет сам. И у него появилась дама. Сердце. Да. И вот он, значит, что делает. Он открываешь там дверь, он заводит свою даму, покормит, и потом вместе уходит. Ну, меня это восхищало, ребят. Ну, это не может не восхищать. Вы представляете? Я когда первый раз увидел, он стоит, значит, скребется, я подбегаю, открываю дверь, они вдвоем. Я говорю, шалом, это кто вообще? Что это? А он ее так еще ведет, на меня голову поднял, типа, не возникает. Привел, стал, как, стоит рядом, вот так смотрит на нее, она ест, и я была в таком восхищении. У меня там, естественно, когда он приехал домой вечером, и я перед тем, как он зашел, зашел снова этот шалом со своей красавицей, мне еще восхищалось, что он одну и ту же кошку приводит. Это прям, блин. Одна любовь. Это не про то, да, что так. Опять же, про верность. Хоть нам убеждают, что там мужчины или женщины должны кого-то всегда иметь, там еще. И, в общем, он приводит, и заходит Эдик, и я говорю, Эдик, у нас чудо, ты посмотри, какой у нас скот благородный. Я понимаю, у него какая-то твоя история, видать, была. Он старше был, что-то еще с работы, с тройкой. Да, и там постоянно проблемы. И, в общем, он охотник. И я тут вижу постороннюю кошку, у меня это все, я ее так тупо хватаю за шиворот и в окно. И в окно, прикиньте, в темноту, а там почти два метра высота с окна. И я вот так, знаете, а я только, я говорю, знаешь, у нас чудо. И он, что за тут есть? И вообще, и я замерла. И вы знаете, вот я хорошо помню этот момент, что я ему сейчас скажу. Так нельзя, ты не прав, что тебе сделать, ты живой, тебе жалко еды. Ну, в смысле, а к чему это поможет? Я вышла за него замуж, я знала, мне рассказала, я охотник. А я, я мышей спасала в детстве. Мышей, понимаете? Аж мышей от собак. Собак там еще от кого-то. То есть, я человек мира вообще по жизни, да, я люблю всех животных, я никогда никого не оставлю. Даже по детям, да, можно сказать, что тут куча всех, кого найдем. И в общем, знаете, что я решила? Я отвернулась, чтобы он не увидел мой шок и стала наливать суп. Я говорю, руки мой, мы сейчас сядем за стол. И я для себя взяла, что я ему не покажу, как мне больно, но я расскажу об этом Господу. И пока я варила, разогревала суп, я стояла, роняла туда слезы и говорила, пожалуйста, сделай что-нибудь размягчивое сердце, как мне с ним жить? Я вообще не представляю, это уже ужас вообще, что будет дальше. В общем, плакал-плакал, он пришел, мы покушали, и я ни слова не сказала. И мы уже легли спать, и вы представляете, не знаю, часов, наверное, 10 ночи, а он очень быстро засыпает. Всегда наш смешной момент. Помолимся на ночь, помолимся. Дорогой Иисус Господь. Какая знакомая история. Это очень прикольно. Только моя не храпится. Я такая, я дик, мы же хотели вместе помолиться. Да, 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 я здесь, я здесь. Ну вот, ну потому что мы всегда уставали. Вот. И в общем, короче говоря, я ложусь спать, и вдруг смотрю, он вошкается, и говорит, вот зачем ее выкинул? Вот мне что, куска хлеба было жалко? Ну это же животное. А разбилась она. А вдруг она умерла? Я говорю, ты знаешь, вообще ее шалом привел, покормить. Ну вот еще лучше. И он встал, пошел звать ее на улице, пошел искать. А вы знаете, я лежала и плакала. Это может делать только Дух Святой. Потому что это на таком глубинном уровне, да, у нас сейчас дома два кота, кошка и котенок. Их меняет, да? И всех притесил я. Да, и всех притесил он. И вы знаете, это было удивительно, потому что утром мы уснули, и никого не нашел. И утром я проснулась от его крика радости. Наконец-то, ты живая, ну заходи, иди ешь. То есть он проснулся, но слышал, что шалом просится домой, открыл, и он ее привел. И это было, я с тех пор поняла, что Дух Святой, когда мы ему приносим своих любимых, детей, мужей, жен, он делает в такой этой степени, и на таких глубинах, которые мы не можем никогда сделать. Это непередаваемо. Поэтому, наверное, такая история, если она интересна. Ну круто. То есть рецепт выхода из этой ситуации был в том, что вы не стали эмоции сразу выливать вот сюда, предъявили все то, что первое у нас приходит, какая-то реакция, да? Вы это удержали, принесли Богу, и Он решил этот вопрос. Вы так действуете? Ну, ну нет, конечно, мы же живые. Вот, потому что, вы поймите, мы очень разные. То есть, если смотреть, даже вот сейчас я приправлю, вы говорили, мы вообще просто... Вы красивый, он кореец. Дети помнили, дети говорили, бабушка помнили, его мама такая говорит, Енох, ты кто по нации? Он такой стоит, я не знаю, я не знаю, он говорит, папа кто? Кореец. А мама красавица. Я говорю, это получился, мне все нравится вообще. Это вообще Давид говорит. А, Давид говорит, не Енох. Вот, и дело в том, что когда разный сходится, вы понимаете, он моя сила. Я его нежность, его чувствительность, потому что ему не хватало этого, мне никогда не хватало смелости. Если бы не было его, я бы никогда не сделала то, что я делаю сейчас. Потому что это он, моя скала, это он, в нем Бог дал мне вот всю любовь, всю нежность, безусловную любовь, которую я до этого никогда не испытывала ни в своей семье, ни в церкви, нигде. Первый раз в жизни я испытала безусловную любовь только с ним. Когда я там накосячила, прошла просить у него прощения, сижу рыдаю, он только меня обнял, говорит, будешь не делать так, пожалуйста. Я такой, хорошо. Он говорит, ну пошли кушать. А я так сижу, говорю, и все? И? Да. А он такой, чего? Я говорю, как кушать? Он такой, ну а что надо делать-то? Я говорю, ну ругаться-то, не знаю, что-то сказать там, ну то есть вот, пока ты не будешь, ты вот там что-то не можешь. Он такой, у тебя странное какое-то понимание любви, ты же осознала, это же главное. И я была потрясена вообще, я была его любовью, его вот этой преданностью. И потом мы еще попали на семейное служение, это нас спасло, у нас есть потрясающие друзья, было служение в церкви, семейное, мы три года к ним ходили, мне кажется, мы их достали, у меня самая долгая была пара на их пути, мы двух детей у них родили дома практически. Вот, и они нам помогли, потому что, когда мы пришли, я услышала в церкви, что вот семейное, набирается семейное служение, кто хочет прийти, я говорю, давай сходим, он такой, зачем? У нас все идеально. Ну а что, Ну давай сходим, ну пожалуйста, ну не все, как ты думаешь на самом деле. И мы пришли, и вот там вот я смогла открываться, делиться, вот, он смог мне начать понимать, и на самом деле только сейчас мы, я, например, научилась, что я говорю про свои чувства, я говорю, не просто там, слушай, я не могу смотреть фильмы про войну, пожалуйста, не включай, да, нет, я рассказываю, что я чувствую, когда я смотрю это, чтобы он понял мою глубину, и сопереживал мне, и понимал, что это не мой каприз, не какие-то мои вещи, да, а не просто какая-то женская там, нет, это очень глубоко из моего детства, да, и пожалуйста, мне становится плохо. То же самое он, если он приходит, говорит, слушай, пожалуйста, ну не повышай на меня голос, никогда, мне очень больно, я мужчина, это не достойно жены, это не достойно вообще отношений в браке. И он меня научил двум правилам, это было самое чудесное, наверное, он говорит, я уже потерял два брака, пожалуйста, пообещай мне, что ты будешь говорить со мной. Это было удивительно, потому что мужчина, это наоборот, мне кажется, про то, что это вообще не хотят не слушать. Он пришёл и говорит, если ты не будешь говорить со мной, я не смогу тебя понять. Ты пойми, мы разные, мужчины и женщины, очень разные существа, мы думаем по-другому, мы видим по-другому, говори со мной, рассказывай. И второе правило, которое он мне сказал, есть слова, которые никогда нельзя говорить в браке. Это давай разведёмся, я тебя не люблю, ты некрасива или некрасива, или какие-то физические там недостатки, да, и неуважение, оскорбительные слова или что-то. Как бы вы не ссорились, что бы вы не говорили, никогда не произносите этих слов. Потому что он говорит, мы потом померимся. Да, а это не уйдёт. А это не уйдёт, это будет разрушать наше сердце изнутри, и дьявол будет работать, пока трещина не станет пропастью, и тогда будет поздно. И вот это я запомнила, он очень мудрый, и это вот такое благословение моё, да, что вот столько мудрости в нём было, я всё время болтала, вот, всё время делилась с ним. Поэтому, когда мы начали с приёмными детьми, это был как с котами он, он принёс первого ребёнка, фотографии, вот. И вы знаете, на самом деле, эта девочка к нам не попала. Это была девочка-успичка, ему пришлось увести её, помочь увести её к её родственникам. Это была проверка, на самом деле, насколько мы готовы, насколько мы хотим, и правильно это вообще желание у нас, или неправильно. А так получилось, что я увидел этого ребёнка, работая в общественном фоне с детскими домами, я там ещё был как раз координатор этого детского дома, и я постоянно переписывал, общался с ними, двигался. И вот эта девочка запала, как-то так. Я пришёл с Жаней, говорю, давай, может быть, этот, посмотришь. Мы же хотели взять. Ребёнок там просто умирает. Ну, типа, говорят, там все умственно отсталые, она нормальная. Она понимает, да. Она говорит, нет пока, давай подумаем. Я попросила у него месяц. Давай подождём, да. Давай посмотрим, ты обещал дом построить. А возможностей не было, нас Бог интересно так вёл, потому что было до такого, до нищеты доходило, на самом деле. Нам голодали, то есть ели одну перловку, почти месяц. Ну, не до совсем нищеты, что там прям... Нет, кушать всегда было что-то. Еда всегда была, но не было такого, что прям вот мясо там или ещё колбаски там, такого хлеба, пиловка там, кефирчик и так далее, яйца. Ну, вот по мелочи. И когда мы смотрели на этот, я понимал, что хорошо, давай. Потом она через месяц говорит, ну, давай узнавать, начинай узнавать. Давай я расскажу, что было за этот месяц. Потому что, вы знаете, очень легко говорить, конечно, мы всех поможем, да, вы давайте молиться, давайте там что-то делать, надо помогать. А когда это тебя сейчас касается, прямо сейчас ты должен что-то решить, это очень страшно. Потому что ты же не какой-то глупый, а ты несёшь ответственность, ты понимаешь, да, что это такая близость с Богом должна быть, да. У него зарплата, нам не хватало даже на семью на нашу. И я понимал, что в однокомнатной нам не дадут даже оформить её. Вот. И когда он стал работать в фонде, вот этот месяц он мне дал молиться. Вы знаете, дело в том, что в очередной раз, там, ухаживая за детками, укладывая их спать, я услышала в новостях, что где-то в каком-то детском доме изнасиловали ребёнка, маленького совсем, там, трёхлетнего. И вот представляете, с одной стороны там Давид спит, ему тогда было, ну, не знаю, это был одиннадцатый год, что-то ему пять лет, наверное, было. А, нет, даже меньше. Нет, три годика ему было, да, три года. С ней же годик. И, в общем, я не могла встать, я рыдала. Я хорошо помню этот момент, я рыдала, вот знаете, с закрытым ртом, меня всё трясёт. Я говорю, Иисус, ты почему ничего не делаешь? Убивают детей в детских домах. Носи, ты почему ничего не делаешь? Ты куда, Бог, смотришь? У меня там было столько возмущений. Я плакала, я кричала, я возмущалась. Я, моё сердце матери, оно просто умирало. И вот этот крик, почему ты ничего не делаешь? Почему ты ничего не делаешь? И потом я устала, я замолчала, вот так, знаете, себя обмякла. И вдруг в этой тишине такой, в дунявении ветра, я услышала, говорит, ты уж всё сделала, я тебя осознала. Что делаешь ты? Ты ходишь, жалуешься, что у тебя однокомнатная? Ты хочешь, молишься в свою церковь, что ты конкретно сделала, чем ты рискнула, что ты предприняла ради этих детей? Я тебе дал всё, чтобы ты могла изменять их жизнь. И вот это, наверное, было таким, он вернулся домой, я говорю, всё, я готова. Мы заняли деньги, у нас вообще всегда с деньгами, самые смешные моменты. Подожди, там не так было. Многие сказали, готова, говорит, ну, иди, разговаривай, я иду к директору детского дома, разговариваю насчёт этой девочке, он говорит, ничего не получится. Я говорю, в смысле? Говорит, она узбечка, её, говорит, мама приехала на заработки, а ребёнку было там месяцев 5-7, наверное, вышла, говорит, подруги оставила, вышла, говорит, на работу, её машина сбивает, убивает её. Подруга с ней 3 дня посидела, матери не нашла, пошла её в этот, подложила в больничку. В больницу её забрали, но подложила с документами, а там написано, что она узбечка. Да, и нам, говорит, мы её сколько мы где держали, говорит, а сейчас депортировать будем. У меня был такой вариант, что, я говорю, давайте я её отвезу. И вариант, что, если они, зная, что здесь у них есть, внучка там, а там был у неё отец, который сидел у этого ребёнка, а потом бабушка, дедушка, в таком, да, почти в таком возрасте, ну, может быть, на пару лет старше меня. Такие нормальные. У меня был интерес, почему они не хотят забирать. Я говорю, давайте я свожу. Он говорит, да, пожалуйста, говорит. И я помню, собрался, отвёз вместе с ихними, там, преподавательник, как называют, приехал туда, съездил в Андижан, это в Андижане, аж туда. И интересно, что Бог, вот, выстроил всю дорогу, даже людей дал, переводчиков. меня сопровождали полиция, там сопровождала парнишка, из полиции, говорит, ну, услышал, что я хочу сделать, он говорит, давайте я сопровождать буду. И вот мы ездили в Андижан, встретились с родственниками, поговорили, пообщались с ними, да. Они говорят, нет, наша кровилушка, мы никому не отдадим. А я им говорю, если у вас нет возможности, мы можем просто её воспитывать. Нам не надо её переоформлять, или ещё что-то делать, нам достаточно доверенности. Но они сказали, нет, мы её заберём. Вот интересно, он приехал домой, один, то есть я вот эту всю неделю велелась. Вот таки она там осталась у них. Да, она осталась у них, он отвёз, и вот девочка, в принципе, с нами не была, но мы всё равно считаем нашей дочерью одним из наших детей, потому что мы молимся за неё все эти годы, и она была началом. Он вернулся, и мне надо было выдохнуть, как фуф, а я не смогла. Я перестала, помню, спать, и тогда была помощь, наш разговор, что мы не сможем выбрать. Я говорю, слушай, нам надо что-то делать. Я говорю, Бог, что ты хочешь? Ну мы, я не могу жить как раньше. Всё, моё сердце что-то там перестроилось. Вот, и мы сели с ним, и он говорит, как будем оформлять, давай узнавай юридически, какие документы нужно там с детей взять. Я говорю, понимаешь, я пришла, помню, мы молились с ним, я плакала, я говорю, я не смогу выбрать. Если мне приведут 10, я возьму 10. Я не смогу жить с мыслью, что я выбрала Машу, не взяла Карлы Гаш, я взяла там Арсена, не взяла там Ваню. Как, кто я такая, чтобы выбирать детей? Когда Бог даёт нам беременность, мы вообще не знаем, кто там один, двое, больной, здоровый, девочка, мальчик, на меня похож, на него похож, да, но я не имею на это права. И мы стали молиться, я говорю, Бог, пожалуйста, приводи к нам наших детей. Сейчас, по всем законам Казахстана, мы не можем взять себе ребёнка, потому что у нас однокомнатная, маленькая, должна быть определённый квартрат, и зарядка, это мы сейчас умные, тогда были глупые. Мы просто вывели верой. И вот с этого, наверное, ребёнка начался наш такой путь, потому что буквально через два года, да, два года, в 13-м году у нас появилась девочка, сорокадневная. Я была интересна, а через год мы начали... как она появилась. Да, мы начали, когда молиться за это, Эдику пришло сообщение, ну, на фонде, что обучение женщин, кто хочет работать на телефоне доверия при незапланированной беременности. Казахстан вышел там в пятёрку лидеров по абортам, и вот принято было решение, значит, начать этот телефон. И когда он меня отправил на учёбу, я в первый же день спросила, а нет, один день я отучилась, на второй день спросила, а бывает так, чтобы девушка позвонила, родила, сохранила беременность, родила, но потом решила его отдать. И преподаватель сказала, нет, вот мы шесть лет работаем, у нас такого не было. Я пришла к нему домой, говорю, всё, не надо мне учиться, это не наш вариант. мама два дня отучилась, и я ещё день остался, что-то мешает тебе отучиться. Она говорит, зачем, смысла нету, я же там всё равно совсем другое, это не по нашей теме. Я говорю, ну, а представляешь, вот через год позвонит девушка и скажет, я вот родила, мне некуда ребёнка, хочу отдать. Ровно через год так и получилось. Представляете, до сих пор, я говорю, ты одна понимала, что ты пророчествовал, да? То есть, через год, действительно, я была первым этим консультантом, позвонила она, мы приехали к ней, эта девушка была восточной национальности, родила вне брака, она хотела отдать в детский дом, и вот мы предложили тогда решение, что если мы найдём тебе семью, которая может поухаживать за твоим ребёнком в течение полугода, пока ты восстановишься, она говорит, такой семьи нет. Все привыкают к детям, кто возьмёт грудного ребёнка, чтобы потом через полгода отдать. Я говорю, если мы найдём, ты рискнёшь? Она говорит, да. И она позвонила прямо на день рождения, а я юрист по образованию, и я замучилась за три дня, мне все говорят, Жан, нет, нет, это сделать никак нельзя, нет, тебя посадят. Если ты возьмёшь ребёнка, тебя посадят, ты должна сдать её в детский дом, ты должна, я и так, и всё, всякое изучала. Единственное, что я ночью нашла, помню до сих пор, за день до неё, это договор нянечки. Мы с ней заключили договор нянечки, хотя бы, чтобы она не обвинила нас в воровстве потом в ребёнках. Ну, хоть что-то. И на видео записали её передачу. И вот представьте, Эдику 21 апреля, 13-й год, день рождения, людей не было у нас особо, мы там что-то помним, только друзья какие-то. И она звонит и говорит, в общем, либо вы, либо сейчас я на улице оставляю. А это, ну, такое тяжёлое решение для меня. У вас маленькие дети, вы меня поймёте. Когда детки растут, 13-й год, это значит, Давиду было 5, Снижани было 3. 13-й год, 3, она в 10-м родилась. Они уже выросли относительно того, чтобы там скрывать по ночам. То есть, я могла спать утром, и они спокойно могли себе хлопья насыпать, бутики включить. Мы и дошли до этого. Вот это же хайф. Жизнь заиграла новыми красками. За снова началась. Потому что до этого мы 5 лет не были в кино, вообще никуда не выходили. Я в церковь собиралась как на великий праздник, потому что ты никуда не выходишь, ты ни с кем не разговариваешь, у тебя только дети, ты деградируешь на лунтики, там, фиксиках и всём остальном. Я прям так и ругался, говорит, ты на работу ходишь, хоть развлекайся. Я говорю, как на работе? Развлекайся. У тебя по картинке есть. Да, потому что, представляете, помнишь, когда вспомнила без денег, идём, собираемся в церковь утром, а для меня это прям праздник реально был. То есть я самое лучшее нарядное платье одевала, там косметику, украшения все. И мы идём, а денег нет. Нет, даже хлеба купить. Двое детей уже. Я такая, ну давай молиться усиленно. В общем, мы ходим собирать, мы молимся, я доставлю шкатулку с украшениями и с неё падают тысячи тенге. Или две тысячи тенге. Они были, оказывается, особенные, какие-то юбилейные, и мы их сохранили. Как я там прыгала, части, я там так орала. Я говорю, Бог, ты великий, всё, мы сможем хлеба купить, масло. В общем, я расписала всю продуктовую корзину на две тысячи тенге, мы приходим в церковь, служение идёт, он дьяк, он там разносил вот эти пожертвования, забирал там и так далее. Я сижу, сияю, пою, благодарю Богу, он ко мне подходит, так тихонечко садится и говорит, счастливый, вы не поверите, в смысле? Вы, это был щёлк. масло. Как, 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 я, вы знаете, я помню себя, я перестала слышать проповедь, я просто повернулась к нему, я говорю, ты понимаешь, что это все наши деньги? Он говорит, а он так расстроился, у него, знаете, всё, он спал, он такой, ну, что же мне сказал в сердце? Ну, как, ну, вот он мне прям в сердце положил, да, Эдик, отдай всё, что у тебя есть. Я говорю, про семью свою подумал. Ну, то есть, у меня было прям, знаете, потому что я же уже масло купила, и молоко, и кашу сварила, то есть, у меня же там уже всё. И я помню, сидела, и он растос обнял меня, говорит, ну, где этого Вера? И вот вы представляете, я на всю жизнь запомнила этот момент, потому что мы уходим из церкви, уже садимся в машину, тогда нас не так много народу знало, мы только, получается, года 3-4, наверное, в церковь ходили, может, ну, именно в эту, потому что мы с той корейской перешли, тоже в пресвятерианскую, но ближе к дому. И вдруг ко мне подходит женщина, вот так на ходу мне хватает, говорит, благословение тебе, сестра, и уходит. Я вот так ладошку открываю, у меня 5000 тенге. И я к нему подошла, я помню это покаяние перед ним. Я говорю, прости меня, мне очень стыдно перед тобой, потому что это я должна была тебе учить такой вере. И вот с тех пор, всё, что касается финансов, для нас это не про деньги, для нас это про то, что мы правильно исполняем Божью волю. И если что-то случается, что нечего есть, или там заканчиваются финансы, а было очень трудно, и до сих пор сейчас очень сложно, потому что детей много, у нас не получается много. Мы каждый раз стоим на колени, говорю, Иисус, что-то поменялось, мы в чём-то ошиблись, мы куда-то не туда идём. Почему? Решай, это твои проблемы, и для Бога у тебя проблема. У нас нечего кушать, у тебя проблема. И вот с тех пор, на какое-то такое доверие, пошагово, Он учил нас все эти годы, до детей приёмных, учил близости друг с другом и близости к Нему. Потому что это самое главное в браке, в одном целом этом быть. Ну и в общем, короче говоря, мы отвлеклись, отвлеклась, что мы забрали эту дочку. Вот представляете, она её оставляет, она её кормит грудью в три часа, уходит. Мы ей сказали, чтобы она приезжала постоянно, чтобы не теряла связь с ребёнком. Я сижу, и до меня доходит масштаб реальности. Я на неё смотрю, говорю, Эдик, наши дети уже выросли. Это новорожденная, сорокадневная девочка. Не понять, как она беременность ходила, какие у неё болезни. Нам нечем её кормить, у меня нет молока. То есть где деньги? Он говорит, мне подарили 8 тысяч деньги. Он говорит, я поеду, куплю пачку памперсов, бутылочку, какую-то смесь. Понимаете? Ну то есть для кого-то это будет вообще самоубийство. Что вы делаете вообще? Я помню, что заплакала, говорю, надо всё возвращать, я не смогу, я не справлюсь. Но вы знаете, Бог через такую любовь являл. Пока он ездил, помню, за бутылочкой, она проснулась, она проснулась другой. Она проснулась очень взрослая, она меня смотрела, я понимала, что это чужая женщина, чужой запах. Я всё, что смогла делать, это дойти свою пустую грудь. То есть она на моей пустой груди висела, как на пустышке, потом он принёс, она смотрела на меня вот этими глазёнками своими. Я просто её благословляла, я просто за неё молилась, я говорила, всё будет хорошо, ты не расстраивайся, пожалуйста, в твоей жизни всё будет замечательно. И вот так она и осталась. Мама её пропала, появилась только через год, через год написала сообщение, я хочу её забрать. То есть мы её искали, потому что юридически было очень опасно. У Аяши были очень тяжёлые здоровья, аллергии очень много, я забеременела, енохом должна была родить. И в этот момент приходит просто сообщение, представляете, вот как гром среди основного неба. Я передумала, я заберу дочку. Это сколько она уже прожила у вас? Почти год ей было, это был январь, конец января, я до сих пор помню даже. Вот, она родилась 10 марта. Друзья, привет, спасибо большое, что смотрите это интервью. Я просто хотел коротко напомнить вам, что если вдруг где-то внутри вас проснётся непреодолимое желание поучаствовать как-то в работе, в нашем проекте, вы всегда можете это сделать, поддержав нас финансово. Есть несколько возможностей, мы подготовили, как, откуда, из разных стран, из России, не из России, на постоянной основе. Например, у нас есть Патреон, где вы можете, ну так, стать нашим партнёром, и просто каждый месяц по чуть-чуть, по чуть-чуть жертвовать на наш проект, и мы сможем расти, уже как-то рассчитывать на эти деньги, какие-то бюджеты составлять, и как-то расширяться, и расти. Ну, или можно разовое пожертвование тоже на карту скинуть или что-то такое. Мы любой помощи очень благодарны, если вы обращали внимание в конце каждого видео интервью с семьями, мы сделали такую небольшую благодарность, мы как бы и хотели очень поблагодарить, но не хотели лишать вас благословений, то есть мы пишем имя и первую букву фамилии, чтобы вы сами поняли, что вы там есть, и мы вам очень благодарны, но не пишем во всеуслышание, кто нам, чтобы левая не знала, что делает правая, ну понимаете, да? Вот так мы хитро располовинили. Вот, если вы уже являетесь партнером нашего проекта, если вы поддерживали нас даже один раз, мы очень-очень сильно вам благодарны, спасибо большое, мы все эти деньги тратим на проект, на съемку, на монтаж, на какие-то поездки, оставить детей с няней, чтобы снять что-то, ну и короче, вот все это идет туда, и мы еще раз вас сильно-сильно благодарим, и напоминаем, что по ссылке в описании вы можете пройти на небольшую страничку, где есть все возможности, которыми вы можете воспользоваться, чтобы нас поддержать. Я сказал все, что хотел, смотрим дальше интервью. И вот вы, вы такие верующие в церкви, вы же за год, но это же максимально прикипели к любви. Она папу назвала, первое слово она сказала папа. Да, и там было вообще просто, во-первых, было очень сложно, она была беременна, и у нее жуткий токсикоз, и она вот три месяца грубо не вставая, то есть она не ела, не пила, только могла пить из-под крана. Я говорю, моя кузочка вода. Как кузочка, только так пищу доллокала, я не знаю, не могу пить. Но это токсикоз, да, и мне приходилось детей кормить, отдельно готовить для них, а на то есть, то не ест, это непонятно было вообще. И самое интересное, что у Аяшки, она же, ну, уже грудь не кушает, а кушает молоко, и молоко, оно постоянно у нее аллергия, и мы меняли постоянно одно, другое, уже гипераллергенная покупаешь, все равно аллергия, и мне приходилось готовить там мясо кониной, там, чтобы потом перемолоть, и на работу чтобы водить, потому что она не встает. Да, и вот она три месяца со мной на работу ездила. В кинобурятнику она сажала, в шесть утра вставала, готовила всю еду, я не вставала вообще, я в туалете лежала почти месяц, я была в туалете, приходила соседка, забирала деток наших, кормила их, а я просто лежала. И вот я помню тот момент, когда он первый раз на нас закричала, я уже почти год был, месяца в девять, она, папа, среди ночи, и мы все дети проснулись наши, и как захохочут, и такие смеются, все дети говорят, мама, я говорю, ну, потому что для нее мама, это папа. Вот, и когда пришло сообщение, оно пришло мне, я боялась ему сказать даже об этом. То есть это было так страшно, вы знаете, вот в тот период мы уже получили откровение от Бога очень большое, служить сиротам, это было тоже такое особенное, потому что мы молились с друзьями, и мы пришли, поделились с ними, что вот мы видим себя в служении детям, и несколько из них в молитве получили откровение, один и тот же стих. Я сейчас не буду, где-то в Исаии написано, что я отдам схранимые в тайне сокровища, я сломаю все двери, железные засовы открою и отдам хранимые во тьме сокровища. И Бог сказал, вот это они, вот во тьме сокровища это они. Конечно, мы ничего не знали вообще о детских домах, что там творится, мы вообще никогда этого не касались до этого. вот, и вот когда это сообщение пришло нам, мы уже жили не дома, мы в 13-м году, в конце 13-го года, в декабре, приняли решение выехать из своей однокомнатной квартиры и стать приемной семьей, которая будет брать детей. Нам пообещали там одна организация, детский дом, мы переехали, помню, туда, правда, три месяца прожили, и не получилось ничего, и вот с того места, представляете, ну, грубо говоря, почти с 14-го года, мы переехали 17 раз. То есть вот когда мне говорят, я помню, один раз у нас приемная семья была в церкви, я подошла, я говорю, слушайте, ну вот как вы взяли приемную девочку, ну расскажите, у меня все горит. Он подошел мне, отец семейства, так приобнялся слегка, говорит, знаешь, если Бог хотел дать тебе детей, Он бы сначала тебе дал большой дом и финансы. Поэтому вот ты поешь про славление на сцене, вот иди туда пой. Я помню, я стояла, так хлопала глазами, я говорю, а разве для Бога так важна какая-то материальная составляющая, то есть разве он не всемогущий? И помню, тогда очень расстроилась и где-то огорчилась на этого человека, потому что на самом деле дом мы так и не построили. Да, мол, слава Богу, свой есть. Я очень, да, у меня есть мечты, у нас дом нарисован, вы поняли, со второго месяца нашего брака мы нарисовали один дом на двоих. То есть у нас даже не было ссор, вот частые браки, какие обои, какие окна, мы все абсолютно, у нас единое, вот в этом я потом верю, что Бог даст его нам построить. И вот дети наши ноют, что у них комнат нет и так далее, что не спят все друг на друге там рядом. Вот, и в общем, когда она прислала это сообщение, я пришла к Эдику и меня удивил он, потому что я ехала до него, там с детьми была в гостях, я плакала, говорю, Иисус, я не хочу никого отдавать. Где она была вообще? Почему ты это допускаешь? И мой страх был, знаете, не за то, что мне будет обидно или я там как-то, да вообще не про это. Я не смогу жить с мыслью, что ее где-то кто-то обижает. Ведь она не запланированный ребенок, она позор, она чей-то грех, как ее называла мама, да? Я не хочу так, она не достойна этого. Она наше солнце, она улыбалась всем. И когда я приехала, Эдик сказал, пожалуйста, не переживай, Бог знает, что будет делать. И вот мы написали тогда ночью, я помню хорошо эту молитву, я так рыдала, вот это, знаете, сердце матери отдать. Это над чем-то похоже, когда ты выпускаешь детей, когда они вырастают. То есть вот это доверие, что Иисус, я знаю, что ты позабочишься, я смиряю свою гордость, свою эгоистическую любовь, свои чувства, я все приношу в жертву тебе, сделай с этим ребенком, вот исполни свою волю. Это было тяжелое решение, это рассказывать сейчас легко, да? Вот это смириться принять. И наутро она приехала к нам, и меня очень удивил Эдик. Он мне не сказал, как он будет разговаривать, но когда я пришла, он сел, он говорит, ты обманула нас, ты обещала быть каждую неделю, да? Ты ушла почти на год. Он говорит, если ребенок тебя забыл, если ты хочешь, чтобы она тебя вспомнила, как ее кормить, как за ней ухаживать, на что у нее аллергия, как она болеет, да? Я тут замерла, думаю, что он скажет, там оставь ее нам. И обычно, когда я кому-то рассказываю, приемным родителям эту историю, мне всегда на этом месте остановили, он говорит, ну вот видите, даже вы не выдержали, да? И себе ее оставили. Вы тоже человек, вы тоже вот хотите себе. Я говорю, вы историю дослушайте. Я говорю, он сказал, живи у нас. Живи у нас хотя бы 2-3 месяца, да? Чтобы ребенок вспомнил тебя. Ну кто хочет, чтобы чужой человек у тебя дома жил? Ну это реально плохо было только нам совершенно. Она там ее спать укладывает, а я на плач, что у меня сердце здесь разрывается. Я бегу, там учу ее, как на какой бочок положить, как за ней ухаживать, как ее кормить. Ну почему, она прожила с нами почти 2 месяца, 3, наверное, и потом ушла все равно. Ну это отдельная история, потом как мы ее... Она не забрала в итоге? Она не, да, не забрала. Вы знаете, там у меня... Я знаю, что с ней встречусь, да, я знаю, что обязательно мы о Яше рассказываем. Вот она буквально на пандемии 2 года назад, сейчас я не 9, 2 года назад она... Мы сразу с детства всем детям рассказываем, если они приемные, потому что это их честь, это их уважение, их прошлого, это их история, это с любовью. И я всегда говорю, что я вас всех рожала. Я кого-то вынашивала под сердцем, кого-то в сердце, но рожала вас всех. И вот там период, когда до нее стало это доходить, Эдик, например, на 5 лет ей подарил огромный торт и сказал, ты лучший подарок в моей жизни. Тебя подарили прям мне на день рождения. Ты та, за которую мы молились долгие годы. И когда она спросила, говорит, мама, а почему у кого-то в сердце, кого-то под сердцем? В смысле, ты нас, девочек, в сердце, пацанов в кишках? Я говорю, нет. Ну типа, они же такие там некрасивые и так далее. Я говорю, нет, Аяша, почему я говорю, те, кто в сердце, вы богатые. И она говорит, я богатая? Я говорю, да. В чем мое богатство? Я говорю, у тебя две мамы. И вот мы нашли всю историю, мы подняли фотографии, она долго смотрела, она говорит, ты поможешь мне ее найти? Я говорю, конечно, обязательно, потому что это про любовь к ней, про заботу о ней. Вот. И вот, когда случилось, что с нами жила ее биологическая мама, в этот период у нее умер отец. И она была очень близка с отцом. У нее небольшая семья. И мать сказала, я прокляну каждого, кто расскажет, что отец при смерти и зовет ее. Это ее наказание за то, что она вне брака родила и опозорила нашу семью. Для меня это очень жестокий поступок. И действительно, так никто не сообщил. Две недели он ждал ее в больнице с сердцем. Он умер, и ее сестра позвонила младшей ночью, помню, да, помню, что это крик был на весь дом. Мы так напугались, я думала, она с ума сошла. Потому что она кричала, я вбежала, она вот так, знаете, билась головой о пол, рядом лежала аяшка напуганная. И она просто встала, говорит, я должна уйти. И вот она ушла на похороны, вернулась только через месяц. Седые волосы появились у нее, девчонка молодая была. И она сидела, вот так, знаете, это было такое тяжелое спинание, плакала, она говорит, я не знаю, что мне делать, я ее люблю, я не знаю, как мне жить дальше. Я говорю, скажи, ну вот если сейчас ты заберешь ее и завтра заболеет мама, она говорит, я оставлю ее в детском доме, пойду к маме. И я уважаю ее тоже. И я ей сказала, знаешь, у каждого в жизни есть период или момент перелопный, когда нужно сделать выбор, который все равно будет осуждать люди. Когда я вернулась к нему с Америки, 90% моих друзей сказали, ты ненормальная. Америка это страна, где хотят все жить, куда все едут. Ты что сделала, да? Другая половина сказала, это самая лучшая любовь, которую мы видели. Принести в жертву всю свою семью, все свои чувства, приехать в чужое место, где никого нет, это про любовь. Ну то есть это всегда так будет. И здесь тоже, если ты сейчас ее заберешь, все будут говорить, ну какая молодец, другие будут говорить, как ты могла предать семью. Это позор. Если ты оставишь нам, это тоже будет кто-то осуждать. Ну ты подумай сейчас обаянии. Ты всегда наш дом открыт для тебя. Ты всегда можешь приходить, общаться с ней, дружить и так далее. Расти. Я говорю, только в определенный период мы скажем, что она твоя дочь биологическая. В общем, вот так вот получилось, что она оставила. Мы смогли ее удочерить только через два года. Даже была интересная история. Суд был, и когда судья вынес уже решение, что я мама, там он папа. И я помню, я разрыдалась, потому что суд, это такие очень, очень сдержанные. Вот. И он выключил этот, помню, микрофон, так интересно, снял с себя мантию и поблагодарил нас. Поклонился нам почти до земли. Говорит, спасибо вам. Вы спасли моей нации, народа, ребенка. И это было так удивительно. Мы шли домой, и у нас была, и до сих пор, у нас с деньгами вообще просто очень интересная история. Не могу их не рассказать. У нас было, ну не помню, пускай там пять тысяч деньги. И нет дома еды, а дома восемь детей. Восемь. А мы ночью сварили суп из риса и чего-то там еще. То есть, ну, это вообще просто ни о чем. Я иду, говорю, что делать? Он говорит, мы сейчас заедем, что картошки купим, наготовим, все будет нормально, там, запотушим все. И я захожу на базар и вижу медведя. Огромную игрушку медведя. Я начинаю его доставать. пожалуйста, давай купим медведя. Он говорит, ты издеваешься, что давай либо картошку, либо медведя. Я говорю, я хочу ей подарить. Он говорит, да она не вспомнит. Я говорю, я буду помнить. В этот день она стала моей, моей дочерью, с моим именем. Я хочу, я выдохнула в этот момент. В общем, короче говоря, мы решили, что мы возьмем очень мало картошки и сварим суп, а медведя возьмем в подарок. И вы знаете, какое случилось чудо. Мы заходим домой, а у нас мы снимали дома большой очень, и был предбанник огромный, квадратов, наверное, 15. Ну, у нас как полкомнаты вот этой, да. Вы представляете, мы открываем дверь, а он весь до самого края заставлен едой. Мешок сахара, муки, масло пятилитровой бутылки, кусок мяса, нога здоровая, конфеты, продукты, молоко пачками. Вы знаете, я замерла, мне показалось, что это вообще не туда зашла куда-то. Я помню, я прошла, открыла дверь, а у нас был смешной момент, я себя елкой всегда называла, новогодний, потому что с того момента, как появились дети, ты заходишь, и в этот момент они все бегут. Они бегут, и они на тебя виснут, и ты вот так стоишь, и вот кто до чего достал здесь, кто-то здесь висит, кто-то там. И вот, и ты стоишь и наслаждаешься, пока-нибудь себя зацелуют, пока все поздороваются. Я помню, так встал, говорю, дети, откуда? И они говорят, не знаем, пришла какая-то тетенька, вся в слезах, сказала, я Жанне позвоню. А мы знали, что никто не знает, что у нас 8 детей, то есть мы еще никому не рассказывали об этом. Это своя история была. Они очень быстро так появились. неожиданно появились. И, естественно, потом я открыла телефон, на суде же ничего нельзя было смотреть, я увидела, моя подруга, неверующая девушка, с которой мы вместе рожали, я дочку, она сына, она говорит, я узнала, это шок, где ты вообще узнала? Она говорит, я поняла, как это сложно вообще, как вы живете. И она, представляете, ну это же Бог, это же его такое чудо, когда ты вот, ты видишь вот эти вот тонкости, да, или помнишь, когда был момент, мы уже, Аяна у нас осталась, уже вот жила, и в Фейсбуке я увидела, например, письмо, да, мы, по-моему, переезжали с места на место, жили в общежитии, это был самый тяжелый период в моей жизни. Это было тяжело. Не переключайся, ты не скажешь. Вот, и это потому, что ну вот, вся жизнь, даже чудеса у каждой. Вот, и мы, попросила моя знакомая, мы были в Астане, вот Дианка, наша дочка, появилась у нас вообще с другого города, в соцсетях она оставила письмо. Я знаю, что всем нужны щенки, а я собака. Мне 14 лет, меня никто не заберет. Я не могла это читать. Она говорит, ну может быть, есть люди, которым все равно, сколько мне лет, какой национальности. Пожалуйста, мне осталось всего 4 года, я хочу узнать, что такое папа, мама и семья. И когда ты это читаешь, понимаешь, что это реальность, то есть у нас в семнадцатом году зарегистрировалось кандидатов в приемные родители, 40 тысяч человек по Казахстану, а детей всего 5 тысяч. Еще в семнадцатом году должны были всех деток разобрать и встать в очередь. Ничего не произошло, все хотят от нуля до трех, на себя похожих, своей национальности, здоровых, хотят решать свои проблемы за счет этих детей. Но это не про любовь, это про какие-то свои. И вот она написала письмо, я к Эдюку подбежала, я говорю, Эдюка. Он такой, Жан, слушай, мы так устали, у нас их уже вот там четверо было, все маленькие. Я говорю, ну у нас же одна комната пустая. И я стала приходить в эту пустую комнату и молиться. Я говорю, Иисус, если мы можем кого-то спасти, пожалуйста, приведи там этого ребенка. И вот так появилась Диана. И женщина, одна из Астаны, помню, попросила меня сходить в детский дом. Вот тогда я первый раз попала в детский дом. То есть до этого я работала с детским домом, но с выпускниками. И тут мы первый раз пошли с семьей. А Давид у нас интересный очень сын наш, вот биологический. Он, не знаю, лег с трех, наверное, молился. Подожди, давай, ты перескочила немножко. Я хотела сказать просто как я помогаю. Да, да. Просто про Диану, насколько у нас было чудо, да, то есть мы решили, поехали в Астану, денег не было на самом деле. И машина у нас в машину, мы загрузили всех в машину, взяли, заняли там 200 или 300 долларов. Да, и ног был нагрудительный. И мы поехали в 45-ти градусную жару летом в Астану за Дианой. За тысячи километров. Самое интересное, что было другое, что мы настолько были глупые, что мы приехали, собрали документы. Знаете какие? Что она здорова, и я здорова. А больше ничего. И никаких документов нет. Это там целый список, там больше 20 пунктов, а мы ничего не взяли. Мы не знали. И так Бог сделал чудо, что мы за три дня ее забрали, и через три дня она у нас была в Алматыр уже. То есть, какие вот, ну, насколько собирать документы, это не так уж сложно, но это время. Это и время, это и этот. Но мы не понимали, что не нужно там, нам достаточно, что мы здоровы, у нас есть там где-то возможность жить, и мы готовы ее взять. Да, для Бога достаточно наше желание сеть. И мы ее забрали, через три дня это было чудо. Мне очень интересен вот этот момент. Понятно, вы для себя где-то получили, что это ваша миссия. Ваши биологические дети, они были достаточно взрослыми, когда появилась вот первая девочка. Первая, да, но они были маленькие, когда первая появилась, они не понимали еще, я думаю, много того, Ну, вот пять лет... Три года и пять. Вот с пяти лет, да, наверное, из-за Яны. Вот этот вопрос про детей, ну, я вот начала говорить, я тогда отвечу. Давид с пяти лет стал молиться каждый раз перед едой. Боже мой, дай, пожалуйста, нам много братьев и сестер и большой дом. И я постоянно тихонько про себя говорю, можно наоборот, сначала большой дом, потом братьев и сестер. Но Бог слышал его молитву лучше, чем мою. Вот, сначала нам дал всех детей. И вот почему я рассказала про эту историю, мы первый раз подъехали к детскому дому, и с нами были дети наши. То есть вот четверо деток, там, ладно, эти мелкие, и Давиду уже был, если это был 15-й почти год, то есть Давид был уже взросленьким, ему почти 7 лет было. И Диана уже появилась, он тоже уже слышал про детей, молился, но не переставая за этих детей. И даже когда его журналисты спрашивали, а вот ты сколько хочешь детей? Сто. Прямо это вид. Ну, то есть вот это его сердце доброе. И мы приехали в детский дом, и мы предупредили детей, что мы сейчас зайдем на территорию, вы посидите тихонечко. Это вот детский дом, где детки живут без папы и мамы. И у Давида случилась истерика. То есть он начал плакать, он открыл дверь и увидел, что это огромное здание. И он был потрясен. Я помню, нам пришлось снова сесть в машину, потому что он плакал и говорил, я не верю. Я думала, их 5-6 человек, мы всех заберем, и все будет хорошо. Ты хочешь сказать, что тут целый дом детей, которых не целуют на ночь, никто за них не молится, их никто не обнимает. И он не мог выйти из машины. То есть его сердце, оно было потрясающе, отдано вот именно в этом Богу. И это действительно восхищает. И вот мы пришли, сели с ними, там стали подбегать детки. Мы там с кем-то познакомились. И вот наша Диана, вот она интересная, когда мы уже ее забрали, там ей кучу вещей на отдавали, потому что к Галышому ее практически привезли, там только что-то на ней одето было, а денег-то нету, чем кормить, что одевать. Друзья там вещи привезли. Она сказала, мам, можно я пойду сестренку себе поищу? Я говорю, Диана, ты серьезно? У нас пятеро уже. Какую сестренку? Я говорю, ты чего вы вновы? И она так интересно ответила. Она говорит, ну я спрошу, кто хочет в семью. Я говорю, Диана, это детский дом, тут все хотят в семью. И вот знаете, меня всегда потрясает вера детей вообще, которые жили у нас в семье, вера, с которой я сталкиваюсь, других людей. Она посмотрела, говорит, ну ты же всегда говорила, что вы христиане и любите Бога. Я говорю, да. Ну так наших детей Бог к нам пришлет. Что ты переживаешь? Чужие не придут. И меня это потрясло просто. Она убежала. Убежала, привела, помню, одну девочку, Кристину тогда. Я говорю, ты хочешь в семью? Она говорит, ты очень. Я говорю, спросила историю, как буду искать тебе маму с папой. И тогда уже начался период, в 15-м году, что я начала консультировать и помогать родителям находить детей. И вот в этот момент мы уехали, это до сих пор, помню, было конец августа. И что-то случилось, я потеряла радость. Я не знаю, переживал ли кто-то когда-то подобное. То есть вы знаете, как будто ты впал не в депрессию, а как будто что-то умер у тебя кто-то. Вот какой-то... Я каждое утро вставала, и я плакала. Я проходила, я замучила мужа. Он вспомнил, да, что это было. Вот, это ужасно. Я уже ходила, говорю, Иисус, если надо за кого-то помолиться, ты скажи, ну сколько можно мучиться-то, я вообще не понимаю, что происходит. Вот дети, все здоровы, ходят в школу, все нормально. Дианку оформили, Давид пошел в первый класс. А мне хуже и хуже с каждым днем. И в какой-то момент, я помню, это был конец сентября, я не выдержала, дети оставили мы дома с подругой. Я попросила, «Эдик, увези меня в горы». Вот, помню, с Енохом, ливень, вот такая погода была. Он меня привез в горы, ну потому что это место, я возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя. И я, он сидел в машине, до сих пор помню, пошел ливень, он мне дал шкурку, у него эти бараньи шкурки на сиденьях. Вот, я вышла, расстелила на мокрую землю эту шкуру, встала на колени и вот так вот в дождливое небо орала дурнина. Я говорю, «Что ты хочешь? Я не уйду отсюда. Что ты хочешь? Почему мне так больно?» И вот в этом, в этом всем я услышала, «Забери детей». Я говорю, «Я не хочу». У меня есть Диана, а это очень тяжело. Это мы с вами не коснулись, да, всего ада, что можно пройти с детками. Я говорю, «Я не хочу». Он говорит, «Забери детей». И он тогда дал обетование, «Все твои дети будут спасены. Никогда с ним не приключится зло. Я буду защищать и предупреждать тебя. Забери детей. Я не могу, как они вопиют ко мне». И была тяжелая для меня молитва, потому что я сопротивлялась, потом я упала, помню, заплакала, сказала, «Я согласна». «Но». Ты же говорю, как Гидеон, под шерстью на шерстью. Я сказала, «Давай так, мы только переехали в дом. Мы прожили в этом доме, там полдома наши были, всего там 4 или 5 месяцев». Я говорю, «Я не перееду никуда. Что ты будешь делать? У нас школа в этом районе. Переезжать у нас, что же, сил нет. Денег у нас не хватает. Потому что мы… У него было 170 тысяч зарплата, он… 150. Он 130 мы отдавали за… 160. 160 за жилье. И вот на эти 10 тысяч мы ездили на базар, покупали ящик курицы. И вот из этого весь месяц готовили на пятерых детей. Представляете? В смысле, что еще брать? Кого брать? И я ему сказала, «А у меня так интересно было». Я согласилась. Это еврейские корни, все время ты это не знаешь. Но сказала, говорю, «Слушайте, Бог, давай так, мы не переедем, найди дом». Второй момент. Финансы для этого. Ну и третий, давай так, что в воскресенье мы пойдем в церковь и потом поедем в детский дом и детей еще не забрали. Вот если все это совпадет, три, и финансы, и ты дом найдешь, и детей не забрали, вот тогда я буду знать, что это твой знак, потому что мне очень страшно это делать из человеческих каких-то побуждений. Это очень ответственно. Мы после гор возвращаемся домой, где мы жили, а там получается хозяин, мы на первом этаже жили, он на втором этаже. И у него свой двор, у нас здесь свой. И у него еще соседний дом стоит, большой первый дом, который он... Брат у него там жил. Брат, он брат на него жил. И теперь мы подъезжаем, Жанна заходит, я выхожу, у нас тогда Делика была квадратная, такая старенькая. Я захожу, и он такой, поздоровались с меня, он говорит, он мне подходит, говорит, Эдик говорит, найди людей вот в этот дом, потому что, брат уже дом построил, и он освободился. вы типа, хорошие, нормальные люди, типа, может, таких же найдете. Я говорю, а сколько стоит? Он говорит, 300 тысяч в месяц. У нас зарплата 150, я не работаю. И вот представьте, мое ощущение, вот он сейчас добавил. Хорошо, я подумаю, и приходу домой. 10 минут прошло, то есть я, пока он машину паркует, я на стол, накрывая ужин, все, он заходит, такой, у меня для тебя новость? Я такая стойку, да, да, конечно, что любимый? Он говорит, ты знаешь, тут он дом сдает. Вот в одном дворе. Это в одном, то есть это переезжать не надо, это просто вещи перенести. Да там адрес на меня. Вот вы представляете меня? Я чуть не упала там, я такая стойка, да ладно? В смысле? Ой, у меня начинает биться сердце от страха, что это все исполняется, что если ты мне говоришь, я делаю, я доверяю тебе, я люблю тебя, и у меня такой, я говорю, бог, ну 300 тысяч, слушай, ну даже так, да, даже вот это чудо, ну 300, ну это невозможно, как? И мы наутро встаем в церковь, приходим, пока на служение, мне приходит сообщение, Жан, заедь, пожалуйста, к друзьям, передали тебе финансы, звонит старый знакомый, это с юности еще, мы с ним не виделись, я говорю, ну хорошо, здорово, вовремя, как бы, да, всегда не хватает, вот, ну и обычно, что там, 50-100 долларов кто-то передаст, я на него смотрю, я говорю, как это? То есть, как бы 150 тысяч тенге, 150 зарплаты, 150 тысяч, ну то есть, нет, понимаете, да, то есть, вот он, да, он принесел, есть зарплата, есть теперь эти 500 долларов, и я помню, и еще страшнее стало, конечно, и мы поэтому поехали в детский дом, и вот тогда девочки оказались там, мне говорят, оформляйте, забирайте, не помнишь, первый месяц, да, мы переехали, это было чудеса, забрали детей, нам не хотели отдавать этих двух, стали запугивать, избивать этих детей, они отказались, нам пришлось там пугать заявлениями, что мы будем в правоохранительные органы обращаться, и тогда директор из злобы сказал, а что вы, вы же хотели вот этих, вот этих еще пойдут, вот эти забирайте, этих двоих, вот этих двоих, а еще самматики, а еще вам саммат понравился, а там мальчишка был смешной, такой уникальный ребенок, ну как не отвлекаться, я не знаю, как не рассказать, мы ходили к девчонкам, посещать надо было две недели, одной двенадцать, другой девять, он ходил к двенадцатилетним, потому что, ну интересно, там пацаны, он помогал, там каждый вечер надо было приходить, а я к младшим ходила, я постоянно себе ставил блок на сердце, Жанна, все нормально, ты всем его найдешь семьи, пожалуйста, не вот, потому что сердце прямо умирало, я приходила, и остальные дети так осторожно на меня смотрели, там, ну с Оленькой я общалась, и подходил все время смешной, очень мальчишка, он казах, он был абсолютно косой, то есть вообще у него один глаз, вот сюда, вот он почти слепой, голова кривая, уха здесь, уха здесь, вот такая, и он с ним сам цепелявил, он с ним как раз говорит, но говорил на чисто русском, очень грамотном языке, и это меня удивляло, потому что в казахской группе был, он подходил все время, так говорит, забери меня отсюда, забери меня отсюда, и я понимала, что внутри вот так больно, и я наклонилась, помню, обняла его, говорю, сматик, я тебе найду папу и маму, я тебе клянусь, я обещаю, даю тебе обещание, он такой, пожалуйста, а то я умру, я говорю, хорошо, Эдику, естественно, не рассказала, ну это же как с котами, в смысле, пошли за двумя, забрали 25, да, и в общем, короче говоря, я не стала говорить, что-то я приболела, и в один день он поехал без меня, он поехал без меня, представляете, заходит, слезы на глазах, вот так держит телефон, прям разувается в коридоре, так и делает, говорит, я тебя прошу, ну пожалуйста, давай его заберем, и показывает сама-то, из всех, я на него смотрю, говорю, почему он говорит, я не могу, я зашел, он кинулся ко мне, папка забери отсюда, и вот это, знаете, это, и конечно, когда мы там пожаловались, да, и вот она, говорит, забирайте всех пятерых, вот вам каникулы, пожалуйста, за один день посмотрите, типа, как там жить, и вот, и вот у нас получилось, что в 15-м году у нас сразу стало, за один, какой месяц, за неделю, за месяц, да, мы оформили, за месяц 10 детей, то есть они пришли на каникулы, но зато мы узнали, что происходит в детских домах, и вот когда их забрали, саматика, да, саматика вообще оказалась уникальной, у него был жуткий список, это опять же, когда родители приходят, и мне говорят, здорово, да, у него была умственная отсталость, диагноз дебил, порог сердца, косоглазие почти слепой на один глаз, у него была легкая форма ДЦП, он когда ходил, дергался, помимо всего этого, он еще почти год насиловали в детском доме, ну, просто тебе палец осал, да, ну, это вот потому, что насиловали, и вот, короче, когда ты с этим сталкиваешься, никто же не говорил тебе об этом, ты это не знаешь, и для тебя это шок, и некуда идти, нет специалистов, я помню, когда мы поняли, что его насиловали, он рассказал, дети сначала поделились, а я просто ему каждую ночь одевала носочки чистые, на ручки скотчем вот так обматывала, и вот так его укачивала, и месяц я держала его на руках, и пела, и молилась за него, а он ночами просыпался, бил себя по ручкам, и говорил, я не буду, я не буду, потому что там определенная зависимость у него появилась после насилия. Была такая интересная история у нас с Аматиком, он уже жил у нас в семье, да, знаете, когда мы его забирали, нам директор детского дома Эдику сказал, зачем вам, вы люди с высшим образованием, у ребенка столько диагнозов, он будет только дворником, и мой муж сказал, говорит, ну знаете, счастливые дворники тоже нужны в Казахстане, и это было уникально, потому что когда мы его забирали, мы пришли, и те-то постарше все были, то есть их пятеро было, мы в один день пять забирали, и Эдик пошел их собирать, а я спустила их в Сомату, в комнату соцпедагога, и я когда зашла, он рыдал, уткнулся в эту воспитательницу, говорит, я не пойду к ней, мы потом узнали, что он очень женщин боится, но это вот, ну тогда откуда, и я испугалась, думаю, что делать, ты же насильного не потащу, четыре года ребенку, да, то есть, я говорю, Сомат, ну ты же сам просил меня папу с мамой найти, я буду тебе папу с мамой искать, ну то есть, потому что мы с Эдиком поговорили, я говорю, Эдик, ну такое количество детей, он говорит, ты же хотела семьи им искать, да, вот ты как раз узнаешь там, пускай они пока с нами живут, вот, и я помню, хорошо, я сижу, молюсь, говорю, Бог, ну что-то придумай, но не идет, и все, и вдруг идет по коридору Эдик, и он слышит, что этот плачет, и еще голос у него такой громогласный, очень красивый, он идет, это кто там плачет, я не понял, это кто там к нам идти не хочет, и вот, представляете, заходит в комнату, и в этот момент, сама-то отрывается, видит его, и вот с этим криком, папка запрыгивает к нему наверх, я помню, это непередаваемое ощущение, да, когда случается вот это единство, потом, конечно, когда мы его забрали, мы узнали его жуткую историю совершенно, да, и про насилие, и про все, вот, и был момент, нас пригласили в церковь на служение сверхъестественное, но так как я выросла в определенной демноминации, там этого не было, вот, я как-то так и носилась, говорю, я хочу побыть, пошли все дети, все дети собрались, нам всем там, помню, дали еще наряды, смешные майки, но представляете, майки на нас ладно, а на них, они же как платье им, то есть они все маленькие, вот мы все одинаковые, там, значит, в этих маечках, вот, и было служение очень интересное, все детки слушали, а самат не очень любит общественность, то есть он такой интроверт, вот, он всегда рядом прижмется, сидит такой смешной, и тут самый ответственный момент молитва за исцеление, если кто-то хочет, и нам звонят, и нам надо выехать, выйти, и я к старшим детям подхожу, говорю, дети, вы можете вот полчаса побыть без нас, может быть час, нам надо съездить, что-то там не помню, срочно решить, вот, и мы уезжаем, и тут же дочка присылает фотографию, где самат стоит на сцене, я говорю, это что? Они потом рассказывали, мы так смеяли, он вышел на сцену первый, когда только этот человек вышел, сказал, вы верите, что Бог может исцелить все что угодно, если у вас есть нужда, выйдите ко мне, и говорит, пишешь наш самат, мы его хватали, пытались держать, он вышел на сцену, тишина в зале, он стоит, говорит, мальчик, ты что хочешь? Он на него глаза поднимает, я говорю, косой не видит, что ли? Ну и весь зал упал, он говорит, молись давай, я не виду, вот, и в общем, короче говоря, вот он над ним помолился, и было удивительно, что все дети, каждый они проверяли, по вере наше должно все исправиться, и так получилось, что, ну вот у нас необычная семья, за вот эти годы 17 детей, через нас прошло, мы избираем их в критических ситуациях, когда беда, и потом мы стараемся, либо найти приемную семью, либо как-то решить с биологией, физическими родителями помочь, либо кто-то у нас остается, если хотят, вот, и сама там так получилось, что приехали одни люди к нам, ко мне на консультацию, христиане, он тоже пастор церкви, в другом городе, в Чемкенте, вот он говорит, вот мы бы тоже хотели взять ребенка, и что-то затянулось с нашей консультацией, говорит, давайте домой к нам, вот вы посмотрите, поймете для себя, то есть вот у нас много детей, и понаблюдайте, и в общем, когда они приехали, я смотрю, пока я на стол накрываю, что-то делаю, она сидит там, сама там уже ногти ему подстригает, книжки читает, вот, и они пригласили нас в гости, мы съездили к ним в гости в Чемкент, и когда обратно уже ехали, а у них такой большой дом, тишина, муж и она, они уже такие приличного возраста, в плане детки выросли, уже все выросли, они только с дедушкой там живут, а сама все время, прикольно, он с нами прожил три года, да, и все время говорил, вы не забыли мне маму с папой найти, там дед, там должен быть дед, и он это так прикольно было, представляете, он же папой с мамой называет, папа с мамой, он говорит, ты будешь искать родных, я говорю, я стараюсь, вот, и вот в этот момент, когда мы сели в поезд, я смотрю, он плачет, я его обняла, я говорю, сама что случилось, он говорит, пожалуйста, можно они будут папой с мамой, моими, я очень прошу, я выголядываю в окно, отец стоит, плачет, и мне показывает, типа в телефоне посмотри, я открываю телефон, там написано, пожалуйста, можно мы его переоформим, мы хотим сына нашего забрать, и вот мы там, ну сложности были, конечно, переоформляет, там и так далее, вы знаете, что удивительное, когда они его забрали, и нужно было лечить глаза, а мы же здесь тоже лечили, мы переслали документы, и врачи говорят, это не его документы, такого не бывает, потому что там стояла дата, всего прошло 2-3 месяца с того момента молитвы, у него полностью устрелились глаза, до этого он был неоперабельный, ему сделали операцию, после этой молитвы он прекрасно видит, сейчас в очках, но ровные глаза, он с легким ДЦП танцует, бальные танцы выигрывает, он с умственной отсталостью дебил, в первом классе читал как пятиклассник, он складывал трехзначные, четырехзначные числа в уме, он с дедом играет в шахматы, говорит на нескольких языках, танцует, играет в баскетбол, он играет двумя руками на пианино, это такая гордость родителей, и каждый раз, когда мы там пишем поздравления ему с днем рождения, потому что мы общаемся, в гости ездим друг к другу, вот, мама его Таня всегда мне пишет, Жан, если бы не вы, мы бы никогда не пошли за этим ребенком в детский дом, потому что с такими диагнозами, с таким мы бы даже не посмотрели его анкету, и вот это вот все время хочется донести другим людям, которые там на диагнозы смотрят, ребят, Бог может все исправить, вообще для него это в легкую. Мы пойдем дальше, и у нас есть вопрос по поводу вашего фонда, сейчас история об усыновлении, услышанная от вас, это история чудес, благодати, радости и счастья, кто-то из зрителей может, ну мы же, и вы, и мы верим, что не всем надо усыновлять детей, не все призванные усыновлять, просто сейчас кто-то может вдохновиться, я хотел бы попросить вас обратную сторону показать. Ой, вы уверены? Ну хотя бы, ну хорошо, ну давайте, я просто расскажу тогда, вы знаете, когда мы вот этих пятерых забирали, мы же ничего не знали о детях этих, то есть для меня было так, что вот самая большая горе, что нет папы с мамой, еда там есть, за ними ухаживать, да, вот эти мифы, о том, что там не мамой с папой назовут, вот вы там спасете и так далее, и был такой момент, мы с Енохом, он грудной был, поехали на посещение детей, то есть, я вам говорила, надо было ездить там две недели, там две недели, вот, и мы приехали, он уснул, и я выйти с ним не могу из машины, и Эдик подъехал прямо рядом, вот так, знаете, здание детского дома, вот так машина и ливень шел, дождь был, осень, и он сошел, говорит, я пойду, и говорю, дети посещаю, я говорю, я осталась, стала молиться, но думаю, господи, такая чудесная возможность благословлять этот дом, да, молиться за этих детей, вот, и я, в общем, вознесла руки, стал молиться, вы представляете, вдруг видение, у меня уходит стена, она становится прозрачной, и я вижу ад, я вижу, как насилуют, избивают детей, я вижу детей в крови, я вижу детей, как они вот так закрываются, я вижу, как они ползут, это был такой ужас, что я, я заорала, я вот так закрыла глаза, я говорю, не хочу это видеть, убери, я не хочу это видеть, и вот тогда, это был первый раз, когда я коснулась, я узнала, что же там происходит, и я помню хорошо свою молитву, сказал, Господь, поднимай своих детей, забирали дикток, потому что есть безусловная любовь, у нас есть источник безусловной любви. Но спустя какое-то время также у нас пришло вот это осознание, и даже слоган появился, что не каждый может взять приёмного ребёнка, но каждый может помочь тому, кто взял. И это про призвание. И вот мы немножко делились, что для нас самое главное — это исполнить Божью волю. Мы ничего не делаем, не спросив его. Вообще ничего. И даже если сегодня он скажет, ребят, всё, здесь закончили, пошли в другую сторону, мы смиренно это исполним. Потому что нет ничего важнее, если вы помните, даже в Библии, Иисус в пустыне получал Божью волю от Отца, что он должен делать. Если там приходило пять тысяч человек, он мог сесть на лодку, уплыть, спасать гидринского бесновата или вообще спать, уплыть. Почему? Он был в близости с Отцом. Он знал, что сейчас ему нужно делать. У него не было чувства вины, что там годний спас пять тысяч человек. Вообще этого ничего нет. И поэтому вот это, наверное, чувство, оно должно прийти, это призвание, оно особенное. Объясню почему. В любом другом служении, ни в коем случае не принижая другое служение, а, наверное, говоря вот об этих сложностях, в любом другом служении у тебя есть возможность прийти домой отдохнуть. В любом. Что бы ты ни делал, кроме этого. Здесь тебе некуда идти. Ты 24 на 7. Ты находишься с этими израненными, измученными, травмированными детьми, которых ты должен восстанавливать. И это, знаете, самая сильная чистка для нас, для родителей. Это мы должны меняться. Они, они нас меняют. И самое интересное, что для верующих, наверное, это очень самое сложное, потому что они вытащат из вас всех бесов. Все грехи. Ваши вытащат наружу. То, что вы верующие там скрываете, бывает, что прячете там, но они вытащат на самом деле. Своим поведением они это сделают. Поэтому это, наверное, обратная сторона, да, что... И нам помогала только любовь на самом деле, потому что... Единство. Я помню, да, единство, потому что, как говорит, разделяй властвую, а на самом деле так и приходилось, что приходят дети, маме говорят одно, папе говорят третье, и пытают нас поссорить. Это бывало такое в самом начале. Помнишь момент с ломатом, да, тяжелый? Ну, раз вы захотели услышать тяжелое, да. Понимаете, ну, я стараюсь больше писать, наверное, в Фейсбуке, как-то делиться тем, что есть победы, но в сложностях тоже стараюсь писать. И вот я сама всегда говорю родителям, очень много возвратов. И вот когда говорят, почему возвращают безответственно, бессовестно вообще, как могут. Слушайте, да ну, никогда никого не осуждайте. Если человек до этого дошел, да что-то, просто нужно протянуть руку помощи. У нас был момент, ну, я вкратце скажу, у нас неожиданно стало 10 детей. В общем, когда мы их забрали, вот этих пятерых, мы узнали, что их насилуют. И мы не поверили. Ну, то есть дети поделились, там один из детей, думают, что уж какая наше время в центре Алматы, ну, что, куда смотрят, то это неправда. Вот, и случилось так, что через месяц, в феврале, наши друзья близкие, христиане, забрали девочку из этого же детского дома, из этой же группы. И она вечером им рассказала, что они видели в окно, как действительно насиловали мальчика этого. Который у нас находился. Который у нас находился. У меня был шок. На утро я побежала в органы опеки и стала кричать, что-то делать. И они говорят, мы ничего не можем сделать, пока он заявление не напишет. То есть мы сейчас зайдем туда, и все, всем рот закроют, и никто не узнает. И вот это тяжелое для нас решение было принять, взять его, оформить. Сложный был период, потому что я делилась уже, и звонок был, пытались расстрелять нашу семью. Пугали, что расстреляют, если мы ребенка не отдадим. И сжечь дом, нам пришлось переехать. В общем, мы, короче говоря, с 16-го года до 19-го, да, пока мы встаняли за 4 года, мы переехали, наверное, раз в 8. То есть буквально, иногда было, когда же 2 месяца на припасете с 10-ю детьми, с 3-мя собаками, с 4-мя кошками, с попугами. И очень было сложно. Это было сложно вообще найти жилье. И Бог всегда чудеса совершал. Но хотелось бы рассказать этот момент, я вспомнила, да, про Самата. Я на допросах, днем и ночью я опекун. Нянечку найти толком не можем, денег ни на что не хватает. Кормим их, придумываем, из чего каждый раз покормить. Потом, правда, появились люди, одни, которые помогали нас финансами, именно на продукты. Это было чудо, полгода мы прям, дети отъелись так, серьезно, помнишь, до 120 тысяч, это было все, мы просто наедались и колбасами, и мясом. И я на допросах, и для меня это было тяжело. У меня есть там своя личная история насилия. И для меня слушать, как насилуют детей, они рассказывают в подробности, сидеть по 8 часах на допросах, я просто сходила с ума. Потому что нам пришлось забрать мальчика, которого насиловали, брать в сестер их, пришлось забрать девчонок, которые были свидетели по уголовному делу, потому что им стали угрожать, что их убьют. И это, в общем, у нас за 2 месяца стало 10 детей. И я хорошо помню, я приезжаю с допроса, а Эдик меня, знаете, так интересно привозил, он меня сначала увозил в поле, я там орала, а потом возвращалась домой, потому что невозможно было вообще вот это эмоционально выдержать. я приезжаю, помню, он меня обнимает и говорит, только ты не нервничай. Вот, и ну расскажешь, да, историю с саматом, и в общем... Да, ну, так получилось, что самат пару раз убивал нашего еноха. Да, и получилось, это как он, ну, берет он, первый раз он поясок от халата на шею его накрутил и тянул. Я привязал к дверей, к дверной ручке, а здесь на вытянутой руке держал, пока тот не посинял. Хорошо старшие дети проходили, увидели, забрали. А второй раз он его посадил в кулер, вот этот пластиковый ящик, такой, пластиковый ящик, холодильник, который, и хорошо там замок сломан был. Посадил и сел на него, тот стучится, а ему там год и два месяца было. Нет, полтора года. Ну, почти не полтора. Вот в это время. И мне, как отцу, было очень сложно в том смысле, что сделать, как с ним поговорить, как наказать. Но первое, что хотел, ступить. Жанна сказал, все, забираем, возим. я вот, ты добавляешь, когда пришла, и он мне рассказывает, сейчас все нормально, все хорошо, он живой. Вы знаете, в этот момент ты ничего не соображаешь вообще. Пропадает Бог, пропадает все. У тебя такой ужас, что ты, ты на допросах ради того, что Бог тебе помазал спасать этих детей от твоего биологического ребенка убивает здесь дома. Где справедливость? Где Бог? Вообще, почему? Я помню, первая моя реакция, я говорю, все, давай собираем вещи, везем его в детский дом. Я найду ему семью, я обещала, но здесь он не останется. Я не смогу жить с мыслью, что вот я что-то там навредила, да, своим детям. Я помню, хорошо тогда мысль вот эта в голове, Бог говорит, я не сказал, что будет легко. Я сказал, что я буду рядом, и твои дети не пострадают. Он не умер. Я помню, подошла к Эдику, вот то, что он мне сказал, да, про Давида, помнишь, ты сказал? Ну, помню. Он обнял меня в слезах, потому что, ну, Еноха, это младший, и наша любовь такая, да, и он обнял меня, такой, он плачет, и я плачу, он говорит, Джам, если бы наш биологически старший сын это сделал, куда бы ты его отдавала? Куда бы ты его повезла? В какой детский дом? И я помню, у меня был такой шок, это наш ребенок, мы его взяли, чтобы показать им Бога и любовь. Это наш выбор, и мы должны с этим справляться. И вот я помню, тогда он, когда я его наказывал, у нас наказание, но это отдельная такая тема, если потом, когда-то захотите взять интервью по наказанию вдруг, я знаю, все у них это всегда сложность, да, вот, у нас муж спортсмен, поэтому все со спортом связано. Вот, у нас приседают, отжимаются, на планке стоят, и вот он стоял там на планке, помню, рыдал, и постоянно повторял, я больше не буду его душить, меня три раза душили в детском доме, это страшно, я не буду его душить. И вот, благодаря вот этим моментам мы стали обучаться, везде ездить, и вот, ну, фонд вот этот родился, то есть, почему мы стали понимать, что то, что делали с детьми, не повторяют это. Да. И родители не готовы к этому, они не понимают, как с этим справляться, да, то есть, когда нам говорят, ну, вот вы молодцы, да, люди даже вот на сотую долю не представляют, что это такое жить в этом. Два раза пытались домогаться наших младших детей, мы спасли от насилия, два раза пытались убить младших, да, а сколько воровали, сколько пытались, то есть, это такие масштабы, сколько ломали всего. Сколько ломали всего. Придем в съемном доме, и там еще дорого-богато, да, и они ломают окна, двери, и это было всегда. Это такие мелочи, когда мне сейчас кто-то говорит, он врет, я говорю, ребят, да, это вообще ни о чем у нас сын, помнишь, да, Дим, когда он пришел, он говорит, что ты орешь на меня? Я ворую всего 7-8 раз в неделю, у меня друзья по 25, а мы, представляете, постоянно с милицией едешь, его находишь, платишь деньги, то есть, это такие унижения бесконечные, или когда он в школе рассказал, да, нас вызывают, за неделю, восьмой раз в школу вызвали, мы вот этого забрали мальчика, которого насиловали, он очень тяжелый, и вот забрали, мы заходим к директору, а директор говорит, мы вызываем прокуратуру, опеку, ребенок ваш все рассказал нам, есть нечего, едят сухие макароны ночами, макароны, значит, вы нянечек нет, вы дома не появляетесь, они голодают, избиваете, он показал синяки, я стою, я понимаю, что мне земля из-под ног уходит сейчас, в смысле, мы добрые, любящие родители, это вот сейчас что происходит, за что вообще, да, и, ну, вот я говорю, мудрость, тетик, это потрясающе, он стоял такой, говорит, ну да, если это так, где проверка, почему мы не у нас дома, почему вы не проверяете всех остальных детей, холодильники, и они так потерялись, он говорит, и я помню, я выбежала из кабинета директора, потом, и мне плохо стало, я выбегаю, он сидит в машине, Димка рыдает, там горькими слезами, рядом сидит старшая наша дочь, вот десятая появившаяся у нас, с ним выросла она в одном детском доме, и я сажусь в машину, а он рыдает и повторяет только одно, не сдавай, только ты не сдавай в детский дом, пожалуйста, я больше не буду, я тебе клянусь, я тебя умоляю, пожалуйста, только не сдавай меня туда, я на него смотрю, говорю, Дим, ты можешь мне объяснить, зачем ты это сделал, ответ меня вообще добил, я хотела сухарики, и вы знаете, вот чтобы не сорваться, это же эмоции очень сильные, я выскакиваю из машины, у меня, вы знаете, вот ужас в голове, я кричу в небо, я говорю, Бог, из-за каких-то сухариков, у нас сейчас столько проблем будет, мне выскакивает моя старшая дочка, она маленькая очень, у нас такая полторашка моя, она подходит, такая вот так, она еще смешана, она вот так меня хватает, и говорит, глаза мне смотри, наклонись сюда, потому что я плачу уже, я живу в эмоциях, она меня так собрала, потянула к себе, и говорит, смотри мне в глаза, пожалуйста, я такая, что он говорит, ты пойми, он не любит тебя, он не хотел плохого, ни тебе, ни папе, он любит вашу семью, но он никогда не видел другого, он говорит, с пяти лет попрошайка, если бы он не приносил от 30 до 150 тенге в день, это сейчас зарплата у людей, да, то его избивали так, что он встать не мог, он профессиональный попрошайка, он врет, как дышит, он не видит другой модели, он привык в этом, он не хотел тебе делать зло, и вот это осознание, оно, знаете, у меня всё вообще поменяло, я помню, я открыла дверь, он говорит, я на него смотрю, говорит, Дим, ты сухари-то купил, он говорит, ага, зауч дала 500 тенге, и там это столько-то, вахтёкша, и вот понимаете, вот в этот момент я осознала глубину их боли, их трагедии, и того, что мы вообще не знаем, как они живут, с этого момента всё поменялось в нашей жизни, да, абсолютно, вы вспомните, когда Иисусу приводят женщину, а он её не осуждает, а ведь он больше знает, чем все эти люди, которые её привели, именно поэтому он не осуждает, потому что он знает, почему она пришла в это, как она там оказалась, так и здесь, когда ты видишь, как твой ребёнок убивает, или пытается изнасиловать, или домогается, ты понимаешь, что не сам по себе, как бы тебе не было больно, и вот эти моменты с Богом, да, не меняют. И это взрослые люди сделали с ними, и эти взрослые люди, они сейчас несут ответственность за то, что с ним сейчас происходит. Недавно пришло такое понимание, откровение, ну почему? Мы же понимаем, что пока человек жив, он имеет возможность, как бы сказать, прийти к Христу и прийти быть свободным, и даже если нам не нравится, как он живёт, даже если не нравится, что он делает, или как-то, но у него есть это время, и у нас нет права осуждать, у нас нет права, мы можем не любить то, что он делает, мы можем не уважать его, но осуждение у нас не должно быть. Ну мы же должны это останавливать, если это вне закона. Мы должны показывать, наверное. Конечно, вы знаете, наверное, я про тех людей, которые несут ответственность за... Ну, вы смотрите, например, мы влезли вот в эту систему, да, если мы там к фонду переходим, то есть что случилось? В момент, когда мы защитили Диму, мы пережили вот весь кошмар давления системы, то есть это не было просто вот мы ребёнок и насильник, нет, это были мы, ребёнок-насильник и огромная система Казахстана детских домов, с которой мы столкнулись. Система на государственном уровне. И вот эти сложности, когда мы поняли, что... Вот мне иногда сейчас говорят, когда делюсь, что я абсолютно спокойно говорю, что все дети пережили насилие в детских домах. Кто-то был свидетелем, кто-то был жертвой, но пережили все, начиная, например, с полтора лет. Начиная физическое, психологическое осознаёшь, мы для себя, мы с Эдиком решали, этот путь тяжёлый был судов, и я для себя взяла и говорю, знаешь, Эдик, если мы пойдём вверх, что-то ругаться, кричать, что-то там доказывать, ну, одной жанны больше, одной меньше, но как бы никто не заметит даже, если это на таком уровне безобразие. И мы для себя взяли решение, что мы будем обучать родителей, мы будем говорить, ходить, не знаю, в церкви, на площади, мы будем давать интервью каждый раз, когда у нас будут его просить, я буду писать рассказы, я буду писать свои посты, статьи, чтобы люди забирали детей из детских домов, чтобы это были любящие, обученные семьи, чтобы они были подготовлены, чтобы мы рассказывали, как это страшно, потому что одно дело понимать, что ты там помогаешь ребёнку, и когда нет обратной связи, или он не принимает тебя, вы знаете, даже в семьях, даже в семьях есть такое, что, ну, это же моё, я же его родил, он должен быть со мной, и это неправильно, наши дети, гости у нас, они даны нам на время, чтобы вложить что-то от Всевышнего, от Бога, да, передать какие-то ценности, потом отпустить его совершенно спокойно, нам всегда должно быть интересно быть вдвоём, у нас всегда должна быть жизнь вдвоём с ним, свои свидания, свои истории, своё общение, потому что потом они все разойдутся, и что у нас останется, если мы будем жить детьми, мы погибнем, брака не будет, и вот это, когда осознаёшь, когда они приходят приёмные в себе, в семью, и ты понимаешь, что ты не имеешь на них права, ты можешь только предложить выбор, для чего я их беру, чтобы показать им возможность и дать шанс жить без насилия, без жестокости, только вот это. Божию любовь показать, безусловно. Божию любовь показать, Безусловно. все-таки я начал разговор, говорю, я думаю про Диму, кем он сейчас стал, и у меня такая мысль пришла, что все те, кто с ним это сделал, он живое свидетельство показывает им тот грех, который они сделали, как живое свидетельство. Потому что, знаете, когда сталкиваешься с детками из системы, ты понимаешь, вот как мне Бог открыл, да, Он говорит, я больше не могу, как они вопьют ко мне. Я больше не могу, я отец, я не могу видеть, понимаешь. И видишь, когда в церкви, да, почему мы говорим, что не каждый может взять, но каждый может помочь тому, кто взял. Потому что растить их, это колоссальный труд, это постоянная работа над собой, это постоянное пересмотрение своих ценностей. Даже, да, я понимаю сейчас такие вещи, будем поднимать для христиан, которые прям взрыв мозга, и вам много чего прилетит из-за нас, потому что нам прилетает. Например, у меня есть один из рассказов моих, вот рассказы матери, которые я пишу, это там, не кури есть, да, потому что вот они все пришли к нам в семью, и всё нормально, никто не матерится, не курит и не ворует. То есть вот у нас было прописано, у нас было три правила, воровать, не врать и послушание. То есть мы минимум давали, и они все исполняли, они действительно все держались, потому что из того, что 10 необычно стало, так уникально появилось, и очень боялась. Это самый ребёнок, который боялся до смерти, потому что она с 2 лет курила, да не ссы, прорвёмся. У меня вот так, мама учитель русского языка, литературы, папа прокур, вообще такая идеальная семья была, я всегда только там, Достоевский, Пушкин, Чехов, Гоголь и тут. Вот, и я помню хорошо, когда она пришла к нам в семью на три дня, там, в связи с этим уголовным делом, я не спала трое суток. Пока она была у нас дома, я не спала, ей было 14 лет, я такая прям, она такая начальница, смотрительница зоны, она поботала по фене, она, и у меня был ужас. И я хорошо помню, проходит три дня, она ко мне подходит, такая, Чижан, что они делают мне? Она ещё сильная очень такая, я говорю, что случилось? Она говорит, мужик какой-то позвонил, она говорит, ты же не вечно у Кимов будешь, вернёшься в детский дом, закопаем, поменяй показания. И она для меня, знаете, была таким чудом, я всё время хотел с ней поговорить, потому что её боялась, что она единственный ребёнок в детском доме, который открыто сказал, я видела насилие, детей насиловать нельзя. Её пытались сбросить со второго этажа, с балкона воспитателей, пытались дать ей взятку, напугать психушкой, она не издевалась, не сдавалась вообще. Я когда увидела, я хотела подойти, почему? Откуда в тебе такая сила? Во взрослых нет этой силы. Вот как на суде она сказала. На суде, это было потрясающе. На суде, когда у неё был допрос, ну её допрос, и там адвокат подходит, там Дима действительно тяжёлый ребёнок, очень хулиганистый, и адвокат той стороны, значит, встаёт на насильника и говорит, вы подруга Дмитрия, она говорит, да, мы в одной группе расти, она такая немногословная у нас, маленькая ещё, знаете, такая, и сила в ней, как будто в ней 2,5 метра, вот реально, я ей там, не знаю, 20 килограммов или 30. Вот, и она стоит, и она говорит, это правда, что Дмитрий воровал иногда? Это правда, что Дима врёт, как пьёт? Да? Это правда, что вот он одевал женские парики, ходил в туфлях женских? Да? Это правда, что он позорил детский дом и там рассказывал, попрошанчил иногда? Это правда, что он, значит, позорил в школе, учился плохо? Да? Это правда, что он психически, вот неуравновешенный был, мог там истерики закатывать, да? И знаете, вот эта эвокация, такая улыбка, у меня нет вопросов, ваша честь, и садиться. И я сижу, знаете, голову опустила, то есть, ну всё вот, ну размазали пацана, да? И так интересно, и я расстает, говорит, извините, судья, или как там надо, ваша честь, можно мне ей задать вопрос, или так нельзя? Я помню, судья, она так подняла, там же есть процессуальные всякие, и процессуальные же есть определённые, она говорит, можно, у вас есть вопрос к ней, она говорит, да. И она поворачивается, и говорит, вот вы сейчас вот это всё перечислили, да, и я дала вам свой согласие, она говорит, да. Она говорит, а можно спросить, вот если он вот такой, его можно насиловать? Вы для чего это спросили? Вы знаете, наступила такая тишина в помещении, и адвокат села, вот так за голову взялась, что всё, что она спросила, напрасно? Она говорит, мы дети, даже если мы злые, воры, или что-то, нельзя насиловать, никого нельзя насиловать, ни взрослых, ни детей, это неправильно. И вы знаете, в этом была такая сила, я вот помню этот звонок, когда я позвонила, типа, ну поменяя показания, ко мне пришла, я к Адику иду, я говорю, Эдик, что будем делать? Я не хочу её забирать в семью, у нас девять. Знаете, не было похоже на семью, это было похоже на какой-то сумасшедший дом, то есть я, был момент, помнишь, когда я сдалась, проснулась утром и плачу, он на меня смотрит, что, говорит, я не хочу туда выходить. Может, хрустеть, остаться. Это серьезно, так и было. А он такой, знаете, на меня смотрит, и в глазах, говорит, в смысле? Я говорю, не пойду. Помните, как есть, говорит, я не хочу идти в церковь, ты пастор, ты должен, и вот это про это, да, ты мама. Я такая, нет. И вот это правда было так страшно, и вот я подошла, говорю, слушай, он так интересно, он меня обнял, я говорю, это мудрость, это такое благословение, он меня обнял, говорит, Жанна, нас вообще никто не осудит, если мы ее не заберем. Но у меня один к тебе вопрос, если завтра мы узнаем, что она умерла, ее убили, как ты сможешь с этим жить? У тебя есть шанс забрать сейчас и спасти жизнь. И мы приняли решение ее забрать, и вот, а, и вы знаете, и пришел вот эта полнота, она когда пришла в семью, помните, я говорю, она пришла в семью, как будто весь пазл встал, вы знаете, как будто хоп, и что-то заработало, ее очень не хватало. И она стала тем вот этим вот, да, и вы знаете, я вам больше скажу, вот за все эти 17 детей, это единственный ребенок, который нас признал мама и папа внутри, который реально верит, и потому что даже у Аяши где-то, я понимаю, что у нее переживания и воспоминания, и все. Ирка у нас теперь все время шутит, она говорит, безответственные родители, вы меня родили, потеряли, а потом нашли. Вот, и вот это какой-то момент ее, ее вера, у нее потрясающая вера, я не знаю, ну она резко выражается, но как не делиться этим, да, сейчас, например, да, она помогает с воспитанием детей, учит их уборки, то есть то, что мы в нее вложили, теперь младшая, да, потому что она все время с нами, она уже взрослая, 20 лет, вот даже когда в этот дом переехали, она очень интересно говорит о Боге, она очень интересно делится своим свидетельством, да, и это уникальная ее близость с Богом, то есть ее верность Богу, как она пришла к Нему, почему, то есть она была в мусульманах, она была среди буддистов, она пришла к Христу и объяснила, почему для нее это так ценно, и вот сейчас, когда там, например, у нас у каждого есть свои обязанности в семье, кстати, невозможно, я считаю, вообще детей невозможно, а приемных тем более, обязательно должны быть обязанности, то есть обязательно с самого детства, у нас Енох, там ему уже было 4 года, 5 лет, он раскладывал свои вещи в комод, он относил нам стирку, в 5 лет он нам уже готовил завтраки, сейчас он может приготовить грудинку вместе с Аяной, заметьте, одному 8, другому 9, они куриную грудинку делают, там с салатами, все это приносят, подают, то есть с самого начала, от заморозки, от разморозки, да, и вот, ну вот, я помню, хорошо момент, захожу с работы, уставшая такая, вхожу в второй этаж, а у нас Енох отвечает за туалетом, потому что он маленький, маленький пространство, он за них отвечает, вот я вижу картину, такое, он здесь дотирает, он смешной, такой, очень пухлик, не помещается там, вот этим унитазом, вот он все моет, и я встал, Ира, иди проверяй, все, и вот она заходит, значит, такая сверху, такая, ну где все, ну вот Иисус придет, как он встать в это будет, скажи, там пятно, здесь пятно, перемывай, и вот это вот, знаете, это потрясающе, это вот, это просто восхищает, он стоит, такой, Иисус, ладно, и заново начинает мыть, вот, и вот эти вот какие-то моменты, они, знаете, но они восхищают, на самом деле, да, среди детей, среди всего, вот, и вот когда они растут, как они меняются, это же чудо, когда ты видишь, да, этот ребенок, вот даже с этим куревом, да, все нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя, потом я попадаю на тренинг, к одной преподавательнице, и она мне задает вопрос, вы запретили ребенку курить, у которого стаж 5 лет, пачка сигарет в день, взрослые люди в клиниках лечатся, чтобы это бросить, что вы ей дали взамен, в смысле, это плохо, это зло, для многих это вообще грех в церквях, почему я должна это разрешать, вы знаете, я была потрясена, на меня посмотрела, где тогда ваш бог, если вы не даете ей взамен, ей ничего, если она не может себя успокоить, вы с ней поговорили, хотя почему она курить начала, как мне было стыдно, как мне было плохо, я пришла домой, думаю, боже мой, Жанна, ты в своей религиозности, в своем законничестве, ты даже не поговорила с ребенком, и я пришла, помню, подошла к ней, обняла ее, я говорю, Ириш, ты хочешь курить, она такая, блин, мама запарила уже, да ну нет, сказала, нет, не хочу курить, всю тему закрыли, я знаю, что нельзя, я с 16, я уже лет, и я говорю, доча, я ей давай плакать, она говорит, что с тобой пить, что ты рыдаешь-то, я говорю, доча, ты хочешь курить, мне так стыдно, я не спросила тебя, я не спросила тебя, я просто вела тебе закон и запрет, и она как заплачет, она мне ко мне прижалась, мама, я все эти годы, каждый день собираю бычки по всей улице до школы и обратно, две недели назад, говорит, я позвонила своему барыге, который в детский дом доставлял нам наркотики и курева, чтобы заказать у него пачку сигарет, знаете, это масштаб осознания, что ты вытащил ребенка, для того, чтобы его снова туда же засунуть, из-за своей религиозности, я потеряла бы просто дочь, потому что сегодня она заказала пачку сигарет, завтра бы она заказала наркотик, а потом бы я вообще неизвестно, где ее нашла, потому что у нее, например, мечта была в жизни в 18 лет, когда мы спросили, она к нам пришла, мне говорят, в 18 лет я хочу набухаться так, чтобы умереть, это мечта ребенка, я была в шоке, почему она говорит, потому что с тем, что я пережила, жить невозможно, у меня не будет жизни, и сейчас, когда она говорит, я хочу выучиться, выйти замуж, родить двойняшек, я хочу служить Богу, я хочу вот это, и ты стоишь и не дышишь от счастья, потому что ради этого стоит жить, мучиться, молиться, каяться, меняться, и вот мы с ней пошли в тот момент, я говорю, я куплю тебе пачку сигарет, давай ограничим столько количества, я хочу, чтобы ты от этого ушла, потому что это погубит твое здоровье, это действительно плохо, и она расплакалась, говорит, ты шутишь? Я говорю, нет, мы с ней обнявшись пошли за сигаретами, я же плакала, все изменилось, такое доверие пришло, и она рассказала, почему она начала курить, мне было так больно, это есть вот в рассказах у меня, она хотела быть как старшая, чтобы ее боялись, потому что насилие было жуткое, и она курила бумажки, она скручивала бумажки, сидела в кустах, и типа позировала, и за этим делом я поймала воспитательницу, и она говорит, я пыталась объяснить, что я не курю, но она говорит, ничего не слышала, говорит, я тебе на всю жизнь отучу, она завела ее в комнату, зажгла сигарету, и тушила в нее, снова зажигала, и снова тушила, и это продолжалось, на год, наверное, минут 15, говорит, мне было так больно, это непередаваемо, все в ожогах, и потом говорит, значит так, я буду все равно курить, иначе буду курить, после этого сказал, ну если столько пережила за это, значит, я имею на это право, и вот сейчас, когда на то сих пор, правда, курит, горе с ней, но она и сама бросать пыталась, да, но это уже совсем другое, совсем другое, совсем это, она уже по-другому относится, она уже старается, то есть она покупает книги, она молится, она что-то вносит, например, то же самое с алкоголем, да, что все, стоп, я этого не употребляю вообще никогда, хотя мы относимся спокойно к этому, да, это не знаю, можно такое уферировать, нет, в нашей семье спокойно, мы относимся к алкоголю, к куреву, но для нее она приняла решение, это не наше, это ее, да, это ее культура, она сказала, нет, я не могу, потому что у меня есть наследственность, у меня есть еще что-то, я могу не знать меры, и это совсем другая история, она уже через Христа, через вот это принятие, да, или когда с Димой, да, сложный очень мальчик, да, и тоже, он все время переодевался в женскую, он воровал детские куклы, он постоянно красился, воровал у меня косметику, да, то есть с трех лет в детском доме его одевали девочкой, говорили, какой он красивый он девочка, с девяти лет он попрошайка, нет, с пяти лет, с девяти его насиловали, в двенадцать он пришел к нам, там все разрушено, понимаете, и вот это вот все время, да, Дима, вот Бог этого не хочет, да, вот римлянам ему читаю безостановочно, да, вот ты посмотри, вот там срамота и так далее, а оно все равно где-то вылазит, и вот в какой-то момент, я помню, мы прислали, у него было полгода в психбольнице, у него было восемь психологов и три психиатра, за вот эти пять лет, что он с нами прожил, потому что невозможно было вообще жить в семье, он не мог жить в семье, у него была отдельная комната, отдельный выход иногда, детям было сложно, да, помню, один раз, не нохали, кто-то нам подошел, говорит, мам, верни, где взяла, ну, пожалуйста, и об этом я тоже рассказываю, обычно приемным семьям, ребят, прежде чем взять у вас есть биологический, подумайте, что вы будете отвечать, потому что ответ очень простой, но когда ты говоришь людям, они, это сложно, да просто это, если бы ты биологически подошел и сказал, слушай, бесит меня вот этот братик, до него было все классно, я был один, убери, вы же знаете, чего отвечать, но здесь из-за того, что это приемный, все время как будто вот на подкорке есть не мое, я могу отдать, я могу избавиться, да не должно этого быть, он в сердце должен родиться, и вот в этот момент я бы сказала, юнох, на мне куда отдавать, мы знаем, что всем сложно, мы обезопасили детей, то есть вот если там, я знаю, будет куча вопросов, ну как вы подвергали там опасности, и так далее, не застрахован никто от этого, понимаете, то есть единственное, что зная свои особенности детей, у нас всегда были камеры, у нас всегда были нянечки, мы никогда не оставляли детей от них, да и Бог никогда не подводил, но Бог, да, это самое главное, то есть Он всегда оберегал, действительно, Он всегда предотвращал что-то, всегда давал знания, вот что-то происходит, обязательно у нас приводил, или давал знания, что вот что-то происходит в доме, сейчас не так, да, и мы всегда были готовы, и вот с Димой, например, последний психиатр, мы из Москвы приглашали психиатр, но мы не знали, что делать, и я помню, он так посмотрел на меня, и говорит, вы понимаете, он не видит вас, я говорю, в смысле, он вообще людей не видит, он настолько выживает, он живет в своем мире, и она говорит, ну я говорю, отпустите его, ему очень плохо у вас, я говорю, да вы что, у нас хорошо, он говорит, понимаете, ваш бог его ненавидит, и вы знаете, я была в шоке, на нее смотрю, тоже до изменений у нас пошли, вот это было, помнишь, да, я говорю, в смысле, наш бог любящий, он любит всех, и я помню, она меня посмотрела, говорит, он же не принимает его, такой, как он есть сейчас, вам же надо его переделать, только тогда его бог ваш полюбит, мне это было очень сильное обличание, покаяние наш, я спустилась к Диме, помню, я обняла его, обняла его, встала на колени, и говорю, Дима, прости, бог мой, любит тебя сейчас, накрашенного, в колготках, с ресницами, он умер за тебя сейчас, такого, и я не права, я должна тебя принимать сейчас, он не говорит, так вы сначала все классными станьте, потом ко мне придете, такого нет, это мы здесь, как у меня один пастер сказал, бог умер за всех, как у Мигеев, ты не узнал Христа, ты с ним не встретился, понимаете, и вот этот момент, он стал таким переломным, я его обняла, говорю, Димка, давай найдем твои применения, твоим талантам без греха, давай ты станешь актером, там можно переодеваться, там можно носить женское, там можно как-то помочь ему выжить в этом, потому что нам, когда преподавали, что у нас одна женщина потрясающая была, учитель с Москвы, она говорит, дети из детских домов, полностью психологически соответствуют детям после войны, вы можете себе представить, то есть вот эта их психика, она абсолютно идентична, и она говорит, когда мы спасали детей после войны, она там участвовала в миссии определенной, она говорит, мы придумывали, как реализовать вот сейчас вот это сломанное что-то, да, в обычной жизни, там мальчик у них был 12-летний, он пять лет подряд стоял с автоматом, то есть шести лет он взял автомат, потому что умер отец, умер дед, и у него была дочь, сестра и мать, и он говорит, каждое утро он стоял с автоматом, защищал, расстреливал людей, и он убивал там сотнями, и она говорит, когда нам его привели, мы не знаем, что с ним делать, он умеет только убивать, и он говорит, все, я в тюрьму, будущности нет, и вот они собирали, у них была команда, и они говорят, мы, естественно, работа тяжелая и так далее, и вот мы увезли его в поселок, где был мясокомбинат, и он стал самым лучшим зайбойщиком скота, он женился, он родил детей, он смог восстановиться, потому что мы просто нашли его применение в законных правах, да, и Димке мы тоже такое предлагали, потому что, вы знаете, мало того, что мы христиане, да, и мы выросли в определенных сферах, да, муж вообще спортсмен, он очень мужественный, и вот это в доме, это очень тяжело, но когда ты понимаешь, что Бог, Он любит всегда, вспомните, да, Он умер за нас, когда мы были еще грешниками, но мы христиане очень часто не принимаем, да, и для меня была примером одна христианка, три года назад, она приехала к нам в гости, она служитель, она приехала со своей дочерью, она с другой страны, и я когда увидела дочь, я была в шоке, дочь вся перерезанная, все вены, совершенно в очень таком одеянии, необычном, вот, и проблема была в том, что пока мы общались с мамой, она взяла и добавила моих детей, старших, в Инстаграм, к себе на страницу, и когда уехали все, дочь старшая подошла, мне подошла, говорит, мам, там что-то ужасное вообще, она показала ее страницу в Инстаграме, а там был ужас, вот просто ужас, то есть, ну, ребенок психически нездоров, да, там бы жили жуткие фотографии, в основном везде обнаженная, причем в таких извращенных, в каких-то моментах, с пренебрежением к себе, я не знала, что мне делать, говорить маме или нет, то есть понятно, что я своим детям сказала, удалите себя, там не разговаривайте, и так далее, и я помню, что я набралась мужества, подошла к ней, и это был тоже мой переломный момент, безусловно, любви, когда я научилась, я подошла к ней, говорю, слушай, вот так и так, и ее реакция меня потрясла, то есть я думала, ей станет, ну, либо стыдно, неудобно, либо как-то, ну, вот как, неловко, да, что вот, ее реакция была потрясающая, что она говорит, Жанночка, пожалуйста, попроси деток, пускай удалят, мой ребенок сейчас очень нуждается в любви, мой ребенок сейчас страдает, я очень ему нужна, ей очень больно, если она это из себя не выпустит, она умрет, и каждый раз, когда я привожу ее с собой, она говорит, я не пойду к твоим христианам, давай я дену длинную кофту, это позор для тебя, она говорит, каждый твой шрам я поцелую, потому что ты мой ребенок, мне тебя Бог подарил, и я хочу сохранить тебя, и это потрясло меня, а теперь, когда приходит мой Дима, каждую неделю ко мне в офис, да, накрашен, он трансвестит, он пытается сейчас делать операцию, сделать себе размер груди второй, оставить половые органы мужчины, еще утешает меня и говорит, мама, не распрости, что я не стал сыном, я говорю, так ты дочка не стал, ты что-то пополам, но я люблю его, если я не буду любить, если мой муж не будет его любить, кто его будет любить, как он узнает о Боге в полноте, как он узнает, что он, когда пришел в этот раз ко мне с цветами в офис, и говорит, мама, кто я? Я говорю, ты самый любимый сын Бога, ты самая большая его драгоценность, он говорит, я не знаю иногда, как не жить, найди мне психолога, я день и день хочу быть мужчиной, другой женщиной, и я понимаю, что это его путь, но все, что я могу сделать, как мама, это ненавидеть грех, и любить его, и убить, отделять это, потому что он в этот раз пришел и говорит, мама, запиши, у него много подписчиков, там в этом, он говорит, запиши мне, вот я хочу с тобой прямой эфир записать, там интервью, типа, вот, и я помню, он сказал, говорит, правда, ты хочешь? Он говорит, да, я говорю, может быть, мы пробное что-то сделаем, потому что я боюсь, что ты не совсем понимаешь, что ты хочешь, он говорит, ну давай, а что ты им расскажешь? Я говорю, я расскажу, как мне больно видеть тебя таким, я расскажу, что каждый день я молюсь, просыпаюсь, молитвая тебе с болью и со слезами, что ты так убиваешь свою жизнь, не пренебрегаешь своим телом и тем подарком, который тебе дал Бог, я расскажу, чтобы я очень хотела, чтобы ты сейчас счастливый мужчина, и ты мог найти Христа в полноте, радоваться, выжениться, родить детей, передать ему всю свою любовь, и он потерялся, он сел, замолчал, он говорит, мама, именно поэтому я не убираю нижнюю свою часть, я говорю, как это? Он говорит, я очень хочу родить сына, я очень хочу, чтобы мой мальчик вырос в любви, и вот я не знаю, сделает ли он это, я не знаю, как сложится его жизнь, я не знаю, что дальше будут делать мои дети, приемные, рожденные, но Бог дал нам обетование, что он всегда будет с нами, и все дети будут мои спасены, поэтому вот, на самом деле, да, такие вот, наша история, она такая, помнишь Виталика, последнего, из-за чего нам потом Бог дом подарил, вы знаете, мы последний раз переехали перед этим домом, в аренду уже было все, и пришла мама, ко мне на консультацию, христианка, с молодым парнем, и сказала, помогите Жанну, пожалуйста, он бомж, он выпускник детского дома, помогите, пожалуйста, ему найти жилье, ему 20, пускай там, 25 лет, и вот он уже 8 лет, живет у нас на Арбате, на улице, на скамейке, вот, и я говорю, ну хорошо, документы, стала юридически там спрашивать, что и как, и она стала рассказывать историю, оказывается, она христианка, они усыновили его, когда ему было 7 лет, у них есть старший сын, на 5 лет его старше, и дочь на 5 лет младше, и вот он, говорит, стал сбегать, стал беспредельничать, стал все время попадать в неприятные ситуации, и через 7 лет, там была какая-то попытка домогательства до дочери, в общем, они испугались, через 7 лет они его сдали, и они отменили усыновление, у нас, к сожалению, познакомились с того, когда они его усыновляли, он лишился всего, очереди на квартиру, финансов, и когда они его вернули, он был обнулённый, у него ничего не осталось, я помню хорошо, а он сидит рядом, и он говорит, вы понимаете, нет, что он чуть не сделал с моей дочерью, да, я говорю, я понимаю, он говорит, у меня к вам один вопрос, если бы ваш старший сын это попытался сделать, у меня этого очень много в семьях, когда братья насилуют своих сестёр, что вы делали, и она сказала, я не понимаю вашего вопроса, и я помню, он выбежал, и я говорю, я помогу тебе, я буду тебе помогать, она говорит, только вам, знаете одно, он ненавидит Бога, ну что вы знали, он ненавидит Бога, я на нём подняла глазах, я говорю, я не хочу вас осуждать, но я тоже вашего Бога ненавижу, потому что вы отказались от собственного сына, что бы он ни сделал, вы должны были бороться за него, сейчас он на улице, сейчас квартира у вас, у вашей дочери и у вашего сына есть квартира, а этот на улице, один в холоде, и вот она ушла, я помню, мы стали молиться, это зима, декабрь месяц, а мы знаем, какой он сложный, под Новый год, у нас взрослые девчонки, да, по 18 лет двое, по 16 лет двое, я помню, мы стоим в церкви, поём, и я плачу, я говорю, Бог, почему мы не можем найти хостел для него, ну что произошло, ну знаете, вот как специально, ничего нет, и я плачу, и там ещё проповедь такая, про то, что там, ну вот, начни с себя, я помню, я помолилась, говорю, давай так, если мы сейчас в церкви закончим служение, мы поедем на Арбат, и он будет там, и мы его сможем найти, мы заберём его к себе домой, чтобы хотя бы зима он перезимовал, и давай плакать, защити моих девчонок, помоги тогда вот это, да, всё, и я помню, хорошо, дети стоят, ну что, я здесь, потом он, и он такой на меня смотрит, ты чё плачешь-то, и он такой, чё, и я ему имя называю, говорю, я за этого, плачу за Виталик, он говорит, нормально всё, потом поедем, и я понимаю, что он вот в единстве, да, вот это и в единстве, и ему не страшно, он такой, да не переживай, всё будет нормально, мы приехали, и он стоит, играет там на своей гитаре, поёт, и мы когда ему сказали, он так замер сначала, представьте, полная машина детей, да, он такой замер, потом говорит, я поеду, и помнишь, да, когда мы через два дня, или сколько, а через месяц, ехали там с ним в одно место, он едет и смеётся, говорит, ну знаете, вообще честно сказать, у меня была, я же понимала, что вы всё знаете, а следственное, зачем берёте, вы же рискуете, вы же не тупые какие-то, и я решила вас обокрасть, я такая, это вообще супер просто, я говорю, почему, он говорит, ну я же понимала, что я вас не останусь, надо хоть что-то пойметь, но зато, говорит, вынесу у вас тёплые одежды, приметы быта, может технику какую-то украду продам, и вот он всё так просто рассказывает, такой сидит в машине, я сижу, у меня что-то всё умерло, я так к нему поворачиваюсь, говорю, слушай, почему ты не украл, он говорит, блин, вы такие хорошие оказались, и он такой, и он остался, он прожил с нами почти полгода, он вообще оказался потрясающим парнем, и я хорошо помню, я ему готовила кофе, а он плакал, представляете, я ему наливаю кофе, он вот так вот пью чашку, захлёб, и рыдает, потом ставит, так отворачивается, вытирается, Чуджан, можно ещё? И в какой-то момент я говорю, Виталик, почему ты плачешь? Он говорит, у вас самый вкусный кофе, я говорю, я могу тебя научить его варить, он говорит, хорошо, потом подходит, говорит, ну там что-то ещё есть, я говорю, ты знаешь, это самое нелюбимое твое слово там, он такой, какое слово? Я говорю, Бог. И он такой, нет, я говорю, да, вот мой Бог, он такой, понимаешь, знает тебя, привезти тебя в свой дом, рискуя безопасностью, это вера, это есть шаг веры, зачем легко быть святым в монастыре, ты на базаре попробуй, когда кругом искушение опасности, да, и вот этот до сих пор, он стал с нами ходить в церковь, мы до сих пор с ним общаемся, до сих пор его поддержим, он даже играл этого, Иосифа играл на рождестве, Иосифа играл на рождестве, вот, я ему постоянно повторяла, говорит, не смотри на людей, Бог у всех разный, они не правы были, правы, я был виноват, я опасности подверг их дочь, я говорю, ты это все осознал, ты никогда второй раз так не сделаешь, но они поступили неправильно, я хочу тебе показать Бог, Он другой, несмотря ни на что, и так интересно, когда он поделился, что хотел нас обократь, я такой сидит, я говорю, спасибо, что не обокрал, большое, как бы мне было очень сложно, и он такой сидит, говорит, о, я молодец, да, и такой, я говорю, знаешь, Виталий, у меня к тебе вопрос, скажи, вот, если бы ты нас обокрал, мы бы тебя нашли, приняли, обогрели, ты все у нас вынес и ушел, мне после этого не помогать никому? Ни сиротам, ни выпускникам, ни бомжам, не, что? Он говорит, ну, конечно, вы же не лохушка, я говорю, понимаешь, а я не могу, только из-за тебя одного, если бы ты поступил неправильно, оставить в опасности, в беде всех остальных, это неправильно, он говорит, почему? Я говорю, потому что, что бы я ни делала, это не между мной и тобой, или кем-то, это между мной и Богом, если я люблю, а меня предают, я все равно буду любить, если я делаю добро, а мне нож в спину, или там ругаются всякая разная грязь, я все равно буду делать добро, потому что в конечном итоге только между мной и Богом, это только вот эта вот связь, а все остальное, оно может меняться, и оно всегда будет меняться, вот, поэтому, да, после Виталика нам Бог подарил дом, это, потому что каждый раз, это очень смешно, каждый раз, когда мы начинали молиться за дом с каждым переездом, нам было очень тяжело, Бог давал нового ребенка, и на 10-м ребенке мы сказали, стопэ, мы все поняли, давай остановимся, на нас все дошло, серьезно, я говорю, Бог, он говорит, это вообще не моя ценность, за что вы молитесь, за какой дом? Сколько пасторов приходили, ой, давайте помолимся, дома нет, сейчас помолимся, один даже приходил, говорит, вера у вас маленькая, вот, вообще маленькая Вера, давайте молиться, произносить. Он такой, почему? Я говорю, Бог снова ребенка приведет. У нас только 9 стало, пожалуйста, потому что передавали детей всем писать, помолились. Через неделю привели ребенка 10-го. Мальчишку там хотели вернуть в детский дом. И вот тоже интересный момент. Прежде чем взять ребенка, мы всегда спрашиваем у всей семьи. А бывало такое, что они отвечали, нет, мы не хотим? Вы знаете, такого не было, но прежде чем вообще задавать этот вопрос с детьми, мы всегда обсуждали, что их ждет. Чтобы это не было насилием религиозным. А что, вам не жалко? А вы не переживайте за детей? Вот у него папы нет, мамы. Да никогда, не дай Бог. Поэтому, вот когда, например, Тема появлялся, мы всех 9-х посадили, они такие уставшие были. Говорят, мама, ну как? Я говорю, ребят, может быть, это ненадолго. Может быть, это на месяц, может, на полгода. Может быть, вообще на всю жизнь. Но вы должны дать нам свое согласие, потому что мы единый организм. И мы знаем, как вы устали. И мы не хотим перекладывать на вас ответственность или еще что-то. Мы родители, мы будем принимать решения, но мы хотим, чтобы мы с вами были одной командой. И вот когда я помню, там даже Енох, да, ему там что-то было, я не знаю, может быть, два годика, три, и он такой стоит, говорит, согласен. До всех там дошло, и он такой. Я говорю, Енох, а ты понимаешь, что он может тебя бить или забрать, или обижать тебя? Да, что ты будешь делать? Я пойду к тебе, если тебя нет, к папе, если папа нет. И мы прям спрашиваем, чтобы ребенок знал, что ему делать. Потому что это сможет случиться где угодно. В садике его могут побить. В школе могут домогаться или что-то делать. Моя цель наша, как родители, да, это рассказать, что научить, что делать, а не просто уберечь. Знаете, мы сейчас под колпак всех посадим, да, а потом как он в мир будет выходить? Вот это правильно. Слушайте, у меня вот такой вопрос. Мы сейчас две грани затронули, что вы единый организм с детьми. Ну вот у вас как бы целостность такая. Но тем не менее мы тоже говорили о том, что вы вдвоем, а дети даны на время. Вот в течение всей вашей истории вы как сохраняли, развивали, улучшали ваши взаимоотношения? Ну вот вы не потеряли друг друга во всем вот этом вот? Ну, вы знаете, наверное, ты расскажешь про ангелов, потому что все равно это у вас выйдет. Мы рассказали вот это, то, что мы работаем ангелами, да, работали. А я, наверное, хочу ответить на ваш вопрос, задеть что обязательно. Сколько бы ни было детей, какие бы ни были трудности, всегда должны быть свидания. Всегда должно быть время вдвоем. И это было интересно, когда их стало десять. И я помню, мы уходим вечером, значит, всех покормили, поужинали, разложили там их спать. И мы уходим, и я говорю, мы в кино. И все в шок. В смысле, как они? Мы с вами. Я говорю, нет. А мы? Я говорю, нет. А почему? Я говорю, потому что мы с папой. У нас свидание. Вы что будете целоваться? Будем обниматься. Фу-фу-фу, целоваться, обниматься. И вот было интересно, что мы один раз так ушли, мы начали, это уважение к нам. Вы вырастите в своих семьях, вот в семьях, вы тоже это делаете. Я помню, один раз мы вернулись, помнишь, Свет в кухне, говорит, так расстроилась. Ну вот не спят. То есть вот ушли они, а мы заходим, оказывается, там горят свечи, и они накрыли нам ужин. Они спекли торт, сделали нам еду и накрыли ужин на двоих. И это было, знаете, это ценно. Они умеют дальше любить, они умеют, они будут беречь свои половинки. Я помню, был даже момент, помнишь, когда он пришел с работы, я сижу плачу, говорю, что ты плачешь? Говорю, зачем их набрали 10 человек? Мы ничего им дать не можем. Кристинка хочет танцевать, Димка хочет петь, этот хочет там рисовать. Мы ничего не можем, у нас так мало финансов, да, и до сих пор такие сложности с финансами. Он только интересно, он меня обнял, говорит, а я плачу, говорит, пойдем. Я говорю, куда? Он говорит, пойдем. Завел меня на второй этаж в спальню, а там все спят, знаете, как это, в казарме, двухъярусные кровати, сплошные, безостановочные. Я стою, я посередине поставил, он говорит, ты их сегодня целовала? Я говорю, да. Ты покормила их? Я говорю, да. Вы, говорит, помолились с ними? Я говорю, да, мы так классно помолились. Она говорит, их никто сегодня не избивал в школе, не насиловал? Я говорю, ты что, издеваешься? Нет, конечно. Она меня такой обняла, говорит, мы сегодня все сделали. Завтра будет день и будет делать что-то еще. И вот поэтому про ангелов, это вот то, что, наверное, нас очень сблизило. Вот это вот. Эдора, что за ангелы? Расскажите, что? Я тоже такое делаю, но до него. Не платься-то как. Да, ну, я пришел к Богу, весь горячий такой, и мне хотелось служить, не понимая, как. И мы пришли, помнишь, к пастору? И пришли, говорю, мы хотим служить. Он на нас так посмотрел, говорит, этого не ко мне. Говорит, мысли не ко мне. К Богу, обращайтесь, он на служение. Да. Ну, вот как-то мы с такими мыслями ушли. А теперь, ну, происходит, что это же все равно не покидает никак. А видим нужду в церкви, да, что не было сторожа. Да, сторожа никого нету, уборщиков никого нету, в смысле там осень, листва, и перед воскресеньем все приходят, кто придет, первый там подметет, что-то может быть, там уберет. и все время в церкви говорят, надо убирать, надо кто-то делать, надо все там рассуждают, это обсуждают. И это в голове как-то засело, ну, а что тут сделать, ну, прийти да убери. И мы с Жанной поговорили, она говорит... Нет, 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 это ты начал, я к тебе присоединилась. Потому что у нас было Давиду, представляете, всего два месяца. Да. Он только родился, это в сентябрь. Я просыпался в 3 часа ночи, ехал с Медео в церковь, она, я с тобой, с ребенком в машине, ему в 3 часа ночи до утра я убираю церковь. Собирали, убирали, так, наверное, полгода, да? Нет, нет, ты что, это было не так долго, мы осенью только поработали, мы собирали, пока были листья, два-три месяца. Но, знаете, было интересно, ты спишь, встает, твой муж куда-то одевается. Я говорю, в смысле? Ты куда? Что такое? Он говорит, Жанна, у тебя ребенок грудной, ему всего 2 месяца, я после кесарева, со швами, вся заклеенная, у меня там еще проблемы были, ничего не заживало. Я говорю, я с тобой, что ты будешь делать, сидеть буду, я буду тебя охранять. И вот мы приезжали, я помню, я держала мешки, потому что не могла тяжести делать, а он собирал эти листья. И вы знаете, я хочу поделиться, вот это никто не знал, это мы первый раз в жизни рассказываем до этого момента, потому что в церкви потом стало интересно, все стали спрашивать, что такое мы приходим, кто-то что-то делает, надо поймать, надо поставить камеры. Я помню, один раз только сказала, ну если люди так тайно делают, может они не хотят, чтобы о них узнали, и как-то забылось. Но я помню хорошо, вот это, вы знаете, это такая благодать, это такое счастье, когда ты вдвоем поешь, ночь, ты в этой темноте, ты собираешь эти листья, а как будто, я не знаю, ты драгоценные камни находишь, потому что так близко Бог, Он так разговаривает, Он что-то тебе дает какие-то откровения, потому что мы же не можем говорить с друг другом, это же ночь, и вообще тишина должна быть, сейчас вызовут полицию кто-нибудь, да, еще территория большая, и у нас вот там, я не знаю, мешков, наверное, по 8-10 собирали мешков, тихонько составляли, и потом приезжала наутро, там машину увозила, и вот этим хотелось поделиться, почему я сейчас вспомнила, это очень большое единство дает. И очень много разговариваешь в этот момент с Богом, потому что ты убираешь, у тебя мысли с ним, это было такое время. А еще от мешка бегаешь до Давида, в машину проверять, чтобы не проснулся, покормил, опять побежал, это было интересно. То есть это ваше совместное такое было дело, которое ваше отношение не только с Богом, но и друг с другом. Ну, вообще, как бы мы понимаем, что вообще мы пришли к тому, что Бог создает семью. То есть Он сказал, одно целое, двое из одно целое. И пришли к тому, что все остальное, дети, дома и так далее, это все бонус. То есть если вы свои отношения не будете развивать, то все остальное, оно и не нужно. Все остальное не будет работать. Поэтому, если вы будете развивать именно отношения друг с другом, они дадут вам возможность дальше работать. Потому что кто-то как-то мне сказал, что если ты знаешь все о своей половине, то, наверное, ты не все знаешь о своей половине. Значит, ты ничего не узнал. Да, ничего не узнал. Потому что это какая-то, наверное, большая бесконечная книга, когда ты постоянно узнаешь и в каждом возрасте, и в каждое время оно что-то новое выходит. Каждый раз выходит. Интересно. И это, знаете, интересно, когда, ну это же какой-то вот часть какого-то ребячества во всем этом была. Понимаете, ты же впадаешь в какое-то детство. Это тайна. Это секрет. На самом деле, я ему рассказала, когда это было по молодости. Мне очень нравилось это делать. То есть я в разговорах у людей узнавала, что им нравится, копила деньги, потом тихонько подкладывала. Я кайфовала от этого. Просто. Один раз, конечно, масштабно было. Это приехали ребята с Узбекистана, Таджикистана. Они были в квартире. И они на следующий день сказали, что кушать хотели, не могли купить еду. И я сбежала с конференции, сварила дома кастрюлю большая, напекла блинов, украла ключи, попросила через знакомых вытащить у них ключи. Супрец взяла такси, съездила домой, поставила, написала от ангела, закрыла и пришла. И представляете, какой кайф, когда они же не знают, кто это. Когда ты на следующее утро приходишь в церковь, в церковь 5000 человек. Была конференция, он выходит и говорит, мы не знаем кто это, но мы знаем, что он здесь. Это был лучший вечер, когда мы открыли дверь и там пахло борщом и домашней едой. Ты стоишь и просто тебя, вот вы знаете, это просто разрывает вот от этого кайфа. И это хочется передать детям, это хочется передать вообще по жизни. То есть, слушайте, ну так это и есть божье дело. Когда мне сейчас приходят, говорят, зачем вы рассказываете, делай добро, типа и вот закрывай. Ребята, это не про это. Я рассказываю, потому что это может изменить чьи-то жизни. Я не могу забрать всех детей. Это сейчас не про это. А вот такие дела, научить своих детей аккуратненько слушать, быть внимательными. Супругам то же самое. Сколько чудес от него, потому что он слушает меня внимательно. Сколько я могу ему подарить, потому что ты все время хочешь узнать, а что еще? Я влюбляюсь каждый день в него. Я каждый день нахожу что-то новое, восхищаюсь. Ну это же счастье. В этом, мне кажется, есть же брак, наверное, да? Так же, как с Богом. Ты приходишь, ты спасен, ты покаялся, но дальше ты выбираешь, как с ним жить. Либо ты узнаешь, что он любит, и живешь в близости с ним, и с каждым из близости. Либо ты так, ну главное, что спасен, и дальше уже не важно, что там я буду делать. Типа есть все нормально. Можно об этом не заботиться. Да, наверное, вот так как-то. Круто. Слушайте, мы часто в интервью говорим, что это обязательно должна быть вторая часть. В разговоре с вами я сразу хочу заявить о третьей части. Вторая, ну понятно. Потому что, может быть, мы еще коротко, два вопроса, ладно? Финальный будет, наш стандартный финальный, но до этого я еще хотел спросить у вас по поводу традиций. Мы все-таки в другой стране, сейчас в Казахстане, и мы как бы такие думаем вот о традициях этой земли, этой страны. Но, тем не менее, нам интересно просто ваши семейные традиции. Ну, может быть, две-три какие-то. Вот что ваша семья это? Коля, расскажешь? Да, давайте расскажу. Ну, на самом деле, так что мы межконфилинг разные нации, да? Да, да, да. Межнациональный брак. Межнациональный брак, да. И поэтому, соответственно, мы живем еще и в Казахстане, где очень много... Евреи, да, Кореицы в Казахстане. Да, у нас есть татары, немцы, украинцы, русские, уйгуры, казахи. Ну, среди приемных детей вот всех вместе. Поэтому у нас вообще тут мир. Серьезно. Самая большая такая, наверное, традиция, наверное, это мы уже на протяжении 12 лет ездим на Лакой. 13 лет? Это озеро. Это очень лечебное озеро в Казахстане. Восточный Казахстан. Оно уникальное озеро, вода там уникальная. И вот наши дети, они там все выросли. И они все научились там плавать, научились. И они каждый год этого ждут. И вот самое интересное, что мы примерно ездим июль-август в этом промежутке. Но в ноябре, в декабре они уже говорят о том, что хотят ехать на Лакой. Но ты не сказал самую главную особенность, почему это такая особенная традиция. Дело в том, что из-за... Это нечаянно получилось. Из-за ограниченности финансов и до сих пор сложности с финансами мы не просто ездим на Лакой, мы ездим в палатках. Мы другого... Отдых себе позволить не можем. То есть... И поэтому вы представляете какой-то тимбилдинг для семьи. туда ехать на одной машине с десятью детьми и двумя взрослыми. Сколько? Двенадцать часов почти ехать, потому что это восемьсот километров отсюда. Это очень плохая дорога. И там еще в палатках вот эта еда, готовка, уборка палаток. Вот эти костры. Там нет интернета полностью. Там нет никаких гаджетов. То есть каждый костер это история о Боге, это прославление, это просто песни. Это куча детей, потому что это лагерь, прям большое место. И там приходит иногда по 30-40 детей к нам просто послушать. И это такая интересная традиция, которая нам очень дорогая. Даже в этом году, когда у нас были сложности с машиной, мы поехали на неделю в сентябре, но мы все равно поехали. И вот это вот как-то важно очень для нас осталось. Закрыть гештальт в этом году. Да. Ну, еще такая традиция, которую хочу сказать, наверное, тем, кто служит. У нас обязательно есть день семьи. воскресенье. То есть даже если нас приглашают в гости или мы приглашаем, в любом случае это всегда с семьей. Это либо игры, либо какие-то встречи, либо что-то, либо походы. То есть после церкви мы едем куда-то или дома. Все вместе. Но это всегда все вместе. Потому что всю неделю они в школе или в садиках. Суббота у меня рабочий день, потому что я преподаю, консультирую. И это обязательно должно быть в семье, когда есть вот эта обратная связь. Ну и поговорить. Я могу не приготовить, кушать. У нас может быть не очень убрано, но поговорить. Не убрано, потому что тоже есть традиция. В субботу это уборка. Уборка. День дома. День дома они убирают, потому что но с Эдиком остаются, он тут не расслабишься с ним. Это меня можно порокатить по... Да, я говорю, что вы неделю работали, дом на вас работал в неделю, теперь вы должны ему отдать должное. Иначе он у нас развалится. Да. И еще одна традиция. Мы вот каждое утро встаем, когда едем в школу, мы молимся, обязательно молимся. И все в одной машине, да, и все читаем очень наш. Да, это такая самая такая сильная традиция, поэтому... Когда было их 10, чтобы их как-то собрать в семью, у нас было вечернее собрание, ну как нельзя собрать, вечерние встречи, я задавала два вопроса, что было плохого в этом дне, грустного, что было хорошего, и за кого ты хочешь помолиться. И вот мы все по кругу молились, во-первых, очень помогало им высказаться, во-вторых, сразу видно было у кого с кем конфликт, вот, это тоже помогало. Это больше такая практика, для того, чтобы... Это просто было, потому что, хоть как-то их собрать, потому что это было ужасно. Сейчас уже, конечно, это семья, потому что с нами сейчас 6 деток осталось, последняя дочка вот недавно появилась у нас, она когда-то жила, уходила в семью, и там не справились с ней, и после ее пропажи и насилия та семья отказалась ее взять, и сказали, что такой грязный ребенок им не нужен. А нам нужен, очень, потому что для нас это сокровище. То, как она верит в Бога, его любит, это потрясает, восхищает. Слушайте, ну история реально может быть бесконечная, это просто ваша семья, это вот как 10 детей, это 10 семей, 10 историй, 10 судьб, 10 выпусков на нашем канале. Давайте будем закругляться в этот раз, и финальный вопрос. Эдуард, давайте с вас начнем. Три вещи, которые делает ваша жена, и вы чувствуете, она меня любит. Ну практичные какие-то, такие жизненные. Ну, то, что она никогда не хочет меня отпускать. Да, то есть я, вот она, я люблю путешествовать, да, то есть я купил себе в какой-то момент байк, правда, 5 лет уговаривал их, да, и, а на байк, байк это не просто по катушке по городу, ну, катаемся с друзьями, да, куда-то в путешествии, вот Самарканд, ездили на Сакуль в этом году, и я знаю, что она настолько она меня любит, что она хочет, чтобы я поехал отдохну, но ее душа и сердце никогда не отпускают, да, внутри она это все показывает, все нормально, я справлю, все хорошо, да, но при этом никогда... знакомая история, иди играй в футбол, конечно, иди встречайся с друзьями, вроде тебя отпустили, а внутри чувствую, заоборот, ты тяжесть, что ли? Ага, это один, еще две вещи какие-то, да, она мне каждый день говорит о том, что она меня любит, каждый день, и говорит, что я очень красивый, да, круто, комплименты и признание в любви, да, и третье, она всегда хочет сделать меня сейчас левым, всегда, то есть это, ну, независимо, я, наверное, захочу, скажу, и завтра в космос хочу полететь, она будет думать вполне серьезно, что... Где брать ракетное топливо? Да, 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 Жанна, тогда к вам такой же вопрос, три вещи. Во-первых, вы знаете, наверное, вот это, да, что мы говорим о любви, меня совершенно окрыляет каждый раз, когда он звонит мне, или я звоню ему по телефону, это никогда не было, бывает, да, любимая, что? Нет, даже если есть люди вокруг, он всегда поет, о, любовь моя, самая прекрасная в мире женщина, сейчас ты мне позвонила, как я рада слышать твой голос, и это, понимаете, иногда же ты запариваешься, и на громкой связи, в такси, или еще где-то, и это просто восхищает, потому что это все время, это бесконечно, да, ну, второй момент, наверное, он очень бережет мой сон, в какой-то период нашей жизни, когда были очень сильные эмоциональные у меня переживания, и эмоциональное переутомление, я перестала спать, и я вообще не могла спать ночами, даже со снотворным, там, с врачами, и тогда он садился перед дверью нашей спальни, и не подпускал никого, ни детей, ни зверей, ни шум, и просто охранял, пока я высыпалась, и это осталось до сих пор, для меня это колоссальная любовь, чтобы утром отвезти всех детей в школу, я никогда не просыпаюсь, то есть он встает, причем, из-за того, что я очень чутко сплю, он выносит все свои вещи из спальни, до этого, все ключи, все, что может взреднеет, всю одежду, и в одном нижнем белье выходит из спальни, там одевается, там будет всех детей, всех их собирает, уезжает, и для меня это его огромная любовь, вот, это второе, и третье, вы знаете, он, его любовь настолько красива, что, ну, это невозможно не видеть, не замечать, она во всем, в каждой мелочи, в каждой, вот, знаете, вот, во всем полностью, приносить подать обувь, приготовить что-то, вкусное, принести мне какую-то вкусняшку домой, может, проснуться там, если я среди ночи его разбужу, то есть, вот это, он постоянно, он 24 на 7 со мной, 24 на 7 оберегает меня, и это, наверное, восхищает, потому что, ну, для меня, наверное, это и есть любовь, любовь – это жертва, когда ты пренебрегаешь какими-то своими интересами, или чем-то ради любимого, ради того, чтобы он был счастлив, вот, и, ну, самый большой, наверное, это кот, которого ты мне подарил, потому что он не любит котов, но при этом, совершит для меня самая большая жертва, да, вот, ну, такие вот, поэтому, наверное, вот так вот. 15 лет в браке, столько детей, столько сложностей, и вы сохранили друг с другом такую нежность и трепет, это, вау. если мне кто-нибудь когда-нибудь еще скажет, у нас родился ребенок, мы не находим время друг для друга, что же… Мы будем кидать ссылку на это интервью, что мы будем кидать в остапок, это же выбор, это, знаете, любовь, это каждодневный выбор, в смысле того, что ты любишь, потому что это твоя жизнь, у нас в прошлом году был очень переломный момент, муж был при смерти, три дня он был в реанимации, и вот, вот это осознание потери его, и принятие смирения пред Богом, потери его, оно вообще дало такую силу, да, каждый день, я не знаю, что будет завтра, вот сегодня, сейчас я его могу обнять, сегодня, сейчас я могу его поцеловать, я могу признаться ему в любви, я могу сказать, что самый красивый мужчина на свете, да, он то же самое может для меня сделать, это видят дети, да, нет момента, чтобы мы не держались за руки или не целовались, иногда люди уж подходят, перестаньте при людях целовать, я говорю, я хочу, чтобы дети это видели, чтобы они росли в это, у нас еще получаются, друзья старшие дочки, бывает с нами, машины едут, они видят, что мы всегда за руки держимся, едем держимся, они в шоке, сколько лет, говорит, они прожили, почему они всегда за руки держатся, не всегда мы никогда не называем, очень редко по именам, у нас всегда любимые-любимые, это как началось в браке, иногда оказывается кого-то раздражает, но мы уж привыкли. А мне предъявили тут, спрашивают у детей наших, как папу зовут, Антон, у младшего. Нет, он говорит, Антоша. Антоша, да, это потому что, да, а меня, говорит, как зовут, мама, типа, да, он сказал или что-то, любимая, и вот она мне говорит, ты меня не зваешь по имени. Но дети не знают, как мои имена. Знаете, у нас был смешной момент, расскажу потом, ладно, если что это, если много времени, ничего. Масломатик, много же детей, и вы знаете, это бесконечно, мам, 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 потому что, боже мой, у нас у Эдика, у меня всегда первое слово да, у него всегда нет. Естественно, к нему не обращаются, уже они глупые, что ли. Вот, и мы мам, 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 и иногда сидишь уже фоном, ты даже не реагируешь, просто потому что ты в каком-то вакууме. И у нас одна машина, это наша проблема, ну там, и их многое. Вот представьте, это сзади 10, я не забуду никогда. У нас когда лечили самата, когда мы поняли, что он не даун и не дебил, я его повела, у нас есть специальная комиссия, медкомиссия, и вот он провел неделю только с нами. То есть он не ходил в садик, он никуда не ходил, потому что всю неделю мы ездили по врачам, и он всю неделю ездил с нами в двумя машине. И он очень смешно, он очень любил песни петь. И вот тебе представьте, проходит эта неделя, мы едем в церковь, вся толпа, то есть все равно как-то частями кого-то, а в церковь в воскресенье все вместе едешь. Да, и вот мы едем, и значит, кто-то поет, кто-то что-то, и вдруг среди этого всего через весь салон. Любимая! Это было так смешно. И я разворачиваюсь, он на меня смотрит, включи мою музыку, пожалуйста. Я говорю, сама ты уникальный, ты за неделю понял, что я могу не откликнуться на мама, но на любимое я отвечу всегда. Я говорю, за твою ум и сообразительность и разрешаю тебе звать меня любимой. И она единственная, кто-то я только называл. Да, он совершенно был. Слушайте, ну как круто. Друзья, я надеюсь, вы получили, да я уверен, что вы получили удовольствие и много очень полезного из этого интервью. Мы обязательно в описании оставим ссылку и на фонд, и на фейсбук, и если вы захотите, мы еще какой-то контакт Телефон можно. Телефон, да, что вы можете написать. Ватсап? Да. Да, ватсап, если какие-то вопросы вы всегда можете, Жанна открыта, она может написать. Если какие-то дополнительные вопросы появились, напишите их в комментарии, и я уверен, что, по крайней мере, ну мы всегда заглядываем в комментарии, видим, попробуем каким-то образом вам помочь, что-то посоветовать. Вот. Спасибо вам большое. И я еще хочу добавить, процитировать вас. Вы сказали, что не каждый может усыновить ребенка, но каждый может поучаствовать в этом. Да. И я уверена, уверена, что у каждого из вас, кто посмотрел это интервью, в сердце родилось желание как-то поучаствовать в жизни этой семьи. И я, мы оставим, наверное... Тут у фонда у вашего есть какие-то реквизиты, куда даже... Да, у нас все есть. Все, мы это тоже оставим все. Поэтому сейчас, если вдруг вы досмотрели вот это до конца... Не ждите, не откладывайте, потом вы забудете. Да, прямо сейчас. Раз, и все. Да, сделайте приятное. Это очень важно. Мы, по крайней мере... Ну ладно, да. Пусть правая рука не знает, что левая, но делает. Все, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо за прием. Спасибо. Можно вам обратно благодарность сказать? Конечно. Потому что я хочу дать обратную связь, что, честно сказать, о такой возможности я молилась долгие годы. Потому что я очень много преподаю и выступаю в нашем просто, ну вот социуме, в Казахстане, там, ну как-то меня за границу один раз приглашали. Но выйти к христианам, выйти к людям, которые знают Бога, любят Бога, знают Его безусловную любовь и рассказать о тех чудесах, водительстве, славе Его великой, которая проходит через нашу жизнь, пока я не написала книгу. Это прямо уникальная возможность. Спасибо за то, что вы светлые, за то, что вы такие любящие, за ваши ценности, за ваш канал. Пусть Господь его благословляет. Еще много интересных людей приходят к вам. Все принимаем, все принимаем. Все, ладно, спасибо большое, друзья. Еще раз благодарим, что досмотрели до конца. Все действия, которые нужно сделать, вы найдете в описании. Все, и вам еще раз огромное спасибо. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok